Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей. 23 февраля 2017 года, четверг. По одному из старинных 39-й день месяца в Юг и Стужа, 7525 лета пятница. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «День Бога Виллиса». Автор-соведущий или автор-сказитель, как правильно нас сейчас называют, Дарислав Стариков. Здравия тебе, Дарислав! Здравия, Алексей! Здравия всем нашим слушателям! Здравия всем единоверцам, друзьям! И просто хорошим людям! И просто хорошим людям, да! Замечательно! Итак, связь у нас наконец-то установлена. К сожалению, мы не можем управлять Майкрософтом, который, как хочет, так и управляет Скайпом, потому что Скайп принадлежит ему, и обновление программного обеспечения вынуждает нас быстро под него подстраиваться, переустанавливать, дополнять и входить в эфир. Вот так вот, как говорится, с корабля на бал. Ну что ж, дело сделано, связь налажена. Давай начинать эфир. День Бога Виллиса. Бог Виллис, как его только не называют. К чему ему или к кому его только не относят. И скотий он Бог, и покровитель скота, и какое-то тотемное изваяние для кого-то, и некое такое существо с рогами, лохматые, как лесовик. И то он Бог мудрости, то он Бог волхования, то он переводит умерших за пределы бытия в иной мир, в врата между миром, в нав переводит и так далее. Вот давай немножко расскажем, наверное, о том, кто же всё-таки Бог Виллис, за что он по твоим представлениям отвечает, какие функции выполняет, и вообще всё, что с ним связано, прежде чем уже начать рассказывать про День Бога Виллиса. Бог Виллис. В самом его названии Виллис или Великий Лес. Сразу же хочу сделать пометку. Мне нравится, как Прокопенко в своих передачах на РЕН-ТВ говорит. Друзья, мы не претендуем на истину последней инстанции, мы просто вам показываем один из взглядов на истину, которых большое множество. Так и здесь. То есть, если кто-то захочет со мной поспорить или высказать свою точку зрения, пожалуйста, но спорить не буду. Я высказываю всего лишь то, чему меня научили, то, что было в нашей общине, то, что было в моём роду. Поэтому всем, кому интересно, можете принять информацию, на вооружение взять. Кому не нравится, у кого своё мнение, пожалуйста, я не претендую на истину последней инстанции. Поэтому Великий Лес – Бог покровитель живого, Бог покровитель природы и живой природы, то есть растительности, животных, птиц и так далее. То есть это как раз вот та прослойка, если брать Землю и космос или воздух, то, что как раз вот эти два мира и стоит на страже. То есть это как раз вот врата. Если брать подземный мир и мир надземный, то как раз разделяют эти два мира – лес или растительный и животный мир. Поэтому в ведах и в наших преданиях говорится, что Велес, Бог, стоит на вратах сварги. То есть он стоит между мирами. И то, что ты сейчас о нём сказал, то во многом это действительно всё его проявление. Проявления у него могут быть очень разные. От очень стихийного существа, практически не похожего и не имеющего облик человеческий, а скорее облик животный, до действительно Бога, который брат Перуна по нашим преданиям. То есть его отец сварок. И мать корова зиму. И вот если разбираться в этих преданиях, то Великий Лес, как раз это мир, через который нужно пройти, чтобы попасть к предкам. Действительно, он проводит, и попасть к предкам можно именно пройдя через врата Велеса. Но это, конечно же, очень такое понятие, как абстрактное, то есть образное, не абстрактное, а образное понятие. И вот в нашем предании у нас есть 9 энергоинформационных центров, как их ещё называют чакры. То есть исток, зарод, живот, перси, леля, лада, пустье, чело, лоб. И каждому из этих центров или каждому из этих чакр покровительствует или резонирует определённая сила Бога. И если брать вот сверху, начинать с родника, с родничка, то этот родничок, этот центр, он резонирует с родом. С родом небесным, с пращуром родом, цвет и поток его серебристый или запредельный, ультрафиолет ещё называется. Следующий, если спускаться вниз, восьмой центр, это чело. Вот за чело в нашей традиции, вернее, чело резонирует с перуном. То есть перун освещает тьму в природе и тьму в человеке. Именно чело у нас отвечает за образы, за видение образов. И если вы замечали, порой озарения приходят. И человек очень часто бывает, что жест такой, он к чину притрагивается. Такой, ну, наконец-то, я понял. То есть это как раз озарение, молния, сияющая мудрость, которую пробуждает перун. Вот следующий центр, восьмой, вернее, седьмой, устья. Вот как раз устья резонирует с силой Велеса. Устья – это, во-первых, врата в духовный мир, если брать человека, то есть это нижний из трёх духовных центров устья, чело и лоб. И действительно, если выходить из тела по позвоночнику, то мы сначала проходим вот крест, то есть как так называемый развилку в груди, то есть налево-направо-прямо, потом, проходя прямо, мы проходим через устья, то есть центр Велеса, поэтому он действительно стоит на вратах сварги, он проверяет человека, проверяет душу, насколько человек готов пройти дальше. И вот если брать образно дальше, как происходит человек, пробуждение его в явном мире, то невозможно узреть образы предков и образы славянского мира, если человек не живёт на природе, с ней не взаимодействует и не умеет ничего делать своими руками. Это очень важно, то есть проходя вот эти испытания, проходя испытания Велеса, то есть взаимодействия с миром живой природы, взаимодействуя со стихиями, с великим лесом, с природой и самое главное созидая своими руками, только после этого Велес действительно наблюдая за тем, что человек трудолюбивый, смекалистый, добрый, с добром относится к природе, начинает открывать ему мир образов природных, глубинных образов, образы рода, и открыв это, человеку порой даже книги уже не нужны, он книгу читает, жизнь читает как книгу, он видит образы в природе, и они ему понятны, доступны, и вот почему у нас если брать вот устья, то есть это то, это те врата, которые впускают вовнутрь, в наш организм, туда, то есть это тоже своеобразные врата в наш пищевод, в наш организм, и Велес, он отвечает за всю нашу иммунную систему, за кожный покров, и поэтому, когда вы взаимодействуете в системе, в городе, на свое душевное поле нацепляете много чужих образов, ну так сказать, негативной энергии, которая не переваривается, то у вас это начинает выходить через сопли, через кашель, через больные зубы, и больное горло, то есть это первая линия обороны, вот если вы ее не почистите, если вы не примете для этого никаких мероприятий, то есть не отольетесь на воск, не попаритесь в баньке, не помойтесь, не очиститесь, то эта болячка пойдет глубже, она уже тогда пойдет в почки и так далее, и поэтому Велес у нас, я еще раз повторю, отвечает за иммунитет, и если опять же возвращаться в природный мир, то он действительно покровительствует животному, растительному и птичьему царству, и природа, как вы знаете, это автономный механизм, который автономно запущен был в свое время, и сейчас духи природы, они только поддерживают порядок, поддерживают работу всех механизмов в природе, и если вернуться и посмотреть на круголет числа Бога, то дерево Велеса является тополь, и есть очень много преданий, что через пенек тополя обычно раньше волхвы оборачивались оборотнями, там, животных и так далее, но в нашей традиции тополь, если посмотреть этимологию, тополи, ну, этимология условная, но истина в ней присутствует, то есть, если вы посмотрите, как живет и существует тополь, во-первых, у тополя очень большой рассев, то есть, у него семена разлетаются на огромную площадь, и что самое интересное, тополь очень хорошо приживается, он очень неприхотлив, и самое главное, что он, у него очень короткий срок, то есть, очень быстро он вызревает, падает и изгнивает, то есть, тополь, это такое своеобразное дерево-захватчик степи, то есть, это действительно друг и помощник Велеса, потому что сначала появляется тополиная роща, и вы знаете, что степи или со степи очень много там именно тополиных рощ, и в тополиной рощи может уже появиться роща более благородная, там березовая или сосновая, то есть, тополь очень быстро отживает, он, во-первых, является своеобразной защитой, тополиная роща защитой для молодых деревьев, которые растут более длительные сроки, те же дубравы, вот, и в то же время он, падая, сгнивает, и оставляет той же лесостепи очень много удобрения для подрастающего более благородного леса, то есть, вот такая вот у него интересная функция у тополя, еще он является братом Перуна, и действительно, Перун и Велес, это два таких интересных начала, вернее, началом интересным они покровительствуют, то есть, Перун покровительствует социуму, Велес покровительствует природе, и как вы знаете, не всегда люди и природа живут в мире, когда человек более осознанный, человек более развитый морально, духовно, нравственно, то, конечно же, он к природе относится очень бережно, и тогда эти два начала очень гармонично взаимодействуют и существуют, но не всегда люди находятся в таком состоянии, вы знаете, что человечество всегда пребывает в разных состояниях, и вот как сейчас, например, человечество отвратительно относится к природе, отвратительно относится к природным богатствам, к животным, к растениям, соответственно, Велесу очень больно на это все смотреть, и Велес обижен во многом сейчас на людей, потому что люди забыли ту дружбу, и если вы заметили, люди живут очень мало, и очень много болезней, и та же медицина пытается бороться с одной болезнью, появляется другая болезнь, то есть вместо того, чтобы повернуться к матушке природе, к Велесу, и наладить с ним добрые отношения, человечество от него отгораживается, борется с ним, дерется, ну и в итоге получает такой плачевный результат. И есть еще такое предание, в Ведах описывается, что Велеса, буй на Велеса, Перун низверг на землю. Мне это объясняли следующим образом, мне тоже было интересно, о чем вообще говорится в данном предании. Так вот, Велес спит зимой, и Марена поет ему песню, и вот начиная с его дня, дня Велеса, начинается пробуждение природы. И если вы заметили, то есть даже такое стихотворение «Люблю грозу в начале мая». То есть первая гроза майская. Вообще все ждут грозу майскую, и после грозы, после первой майской грозы начинает очень бурно расцветать растительность. И ученые проводили такие эксперименты интересные. Они семена зерна пшеничные в частности пропускали через разряды электрические и заметили, что схожесть у данных семян гораздо выше, чем у обычных семян. То есть действительно перун своей первой майской грозой пробуждает природу окончательно. Он пробуждает дух развития самосовершенствования и роста. И вот таким образом действительно буйный велес, именно буйный велес, то есть буйный в своем цветении, росте, он низвергается на землю после первой майской грозы. То есть он пробуждает. И вот в жизни очень часто бывают действительно люди под покровительством Перуна и Велеса, они очень часто взаимодействуют между собой, но люди под покровительством Перуна, Они такие кряжистые, такие вот упертые, у них очень хорошо получается взаимодействие с природными силами. У них на огороде растет все, благоухает. И вот у меня примером Велеса, воспитывал меня в свое время, это Юрий Иванович Кеневич, отец Патердея. Мы с ним долгое время прожили вместе, и вот он был натуральный Велес. У него помидоры в Сибири вызревали без всяких теплиц, причем огромных размеров, картошка всегда была. То есть он, если выходил, мы с ним выходили полоть картофель или окучивать, то я, молодой, порой не мог за ним угнаться. Вот он если остановился, он мог работать до самого вечера, трудиться. То есть земля действительно ему давала силу, и он мог в земле заниматься, то есть вот он натуральный Велес был. Ну и частенько, а у меня покровитель Перун. Вот частенько у нас молнии летали, ну в добром, скажем так, отношении, но спорили мы с ним частенько. И получается, что у Велеса есть сила, а у Перуна мудрость. И вот они с одной стороны спорят, с другой стороны вместе созидают. И летом, когда Перун приходит с дождями и с грозами, и Велес в это время расцветает и благоухает. И добавим еще немножечко о Велесе. Так, что-то я еще хотел добавить. Ну давай потом, давай сейчас немножечко прервемся, вот, и уже поговорим непосредственно о своем празднике. Давай, по ходу будем тогда, если вопросы будут, даже поступают вопросы и реплики, может быть, что-то из этих вопросов как раз такое проявится, о чем ты хотел сказать. А теперь давай переходим к празднику. Да, и вот праздник День Велеса, он проводится в конце февраля. Ну, это вот по современному календарю. Чем знаменательно данное время? Вот наш праздник и обряд, он строился следующим образом. Праздник проводился на природе. Конечно же, праздники, посвященные Велесу, как правило, они проводятся на природе. И суть обряда самого, это пробуждение зерна. То есть, проводился, ну, я опишу вкратце, как проводился обряд, чтобы было понятно. То есть, в центре разжигался священный огонь, костер, то есть, олицетворение живого огня, присутствующего в каждом живом существе, в зароде, в зерне, в человеке, в животном. Первый хоровод вокруг костра представляли мужчины. И мужчины садились вокруг костра в позе эмбриона. То есть, они олицетворяли вот как раз тот зарод, который лежит в зерне, который лежит в земле. Вокруг выстраивался хоровод женский. То есть, женщина олицетворяла оболочку и питание. То есть, ту почву, на которой произрастает росток. Обряд начинался, сначала читалось богословление Велесу, а потом начинался сам обряд. И вот если брать, конечно, Краснодар, хотя Краснодар тоже земля здесь спит, она здесь спит практически до марта. Даже если сейчас снега там нет, и там даже плюс 12, все равно сажать нет смысла ничего. Все равно зерно, оно начинает, оно подчинено природным циклам, оно подчинено природным часам. И даже если вы посадите, вроде бы, тепло, посадите, все равно зерно будет лежать в земле. И вот оно будет прорастать тогда, когда положено. Начинает бить токи земли. То есть, один из участников берет бубен. Ну, желательно, конечно, человека на празднике у нас, тот, кто действительно с бубном умеет обращаться. И вот он начинает сначала очень-очень медленно. То есть, один удар там в 10 секунд. Потом начинает темп ускорять. То есть, он олицетворяет те токи земли, которые медленно-медленно начинает земля излучать на пробуждение семени. И вот потихонечку ускоряются удары великого колокола, да, или как там тор, великий тор, который бьет и пробуждает сердце. И у нас великие токи земли, они начинают потихоньку пробуждать росток. И вот бубен ускоряет свои удары, а мужчины начинают выходить из позы эмбриона. То есть, они разворачиваются полностью, расправляют руки, то есть, показывают, что росток проснулся и начинает тянуться к солнцу. Потом они собираются, объединяются в хоровод, и хороводы начинают двигаться. Мужчины начинают двигаться по салоне, а девушки начинают двигаться противо салона. И после нескольких минут хороводов, хоровод начинает рассоединяться и расходиться в разные стороны. То есть, девушки уходят на юг, мужчины уходят на север. То есть, девушки уходят в корень, в землю, в материю. Мужчины уходят в дух и к солнцу. Вот таким образом в нашей общине отмечали день Велеса. И после дня Велеса начинали, как правило, садить рассаду. То есть, дед обязательно выставлял ящики, и после дня Велеса он начинал засеивать рассаду. То есть, семя проснулось уже, и его можно садить. То есть, если тепло, оно начинает расти. Если в теплице тепло, то оно тоже начинает расти. То есть, день Велеса – это пробуждение семени. Пробуждение зарода, находящегося внутри семян, которые пролежали всю зиму в земле под снегом. И отсеяны они были в новолетии. То есть, если брать наш цикл, который начинается с новолетия, то на новолетие зерно упало. Вот оно лежит, наполняется энергией, наполняется силами, спит до дня Велеса. Вот дня Велеса начинает пробуждаться. Если представить вместо зерна вашу жизнь и ваши идеи, которые вы воплощаете в явном мире, то они подчиняются тем же конам и устоям, что и в природе. И мы, как правило, стараемся тоже этого придерживаться. То есть, если вы на новолетие запланировали что-то сотворить в данном лете, выйти замуж, жениться, зачать чадо, построить дом, то вот стараемся придерживаться тех же самых циклов. То есть, на новолетие представляем план, на Калиду рождается творческое начало на это деяние, и вот на Велеса уже пробуждается вот та идея, она начинает уже потихонечку обликаться, она начинает обрастать, и дальше уже на Красногор, Масленицу, уже и Ерила начинает нарождать жизнь на Мидгард-Земле. И ваша идея начинает реализовываться все больше и больше, и к новолетию вы уже должны получить какие-то результаты. Вот у нас все-таки в праздниках всегда был уклон не на массовые гуляния. Массовые гуляния мы ходили, ходим вернее к нашим дорогим Радославам, вот, и у них, это одно из направлений родноверческих общин, которые, вот они, в большинстве своем, больше связаны с Велесом, с природными праздниками. У нас все-таки больше акцент на обрядовость и на смысл обряда. Ну, а празднование потом. И самое важное, после того, как обряд сам закончен, пишутся письма. Обязательно. Перевязываются красной ниточкой и пишутся письма, то есть в завершении того, что вы планируете сотворить. Потому что, вот есть такая сказка, мне ее в свое время дед рассказывал. Сказка пробуждения. Очень интересная сказка. И, вы знаете, я наблюдая за тем, как пробуждается человек в системе, как он приходит к своим корням, к роду, к предкам, действительно многие идут именно этим путем. В чем же сказка? Человек живет в системе, как у нас принято говорить, как все. Живет, как все. И здесь у него в один прекрасный момент вдруг начинают приходить какие-то, после статьи, после просмотра какого-нибудь фильма, после встречи с каким-нибудь человеком, после разговора, у него начинают закрадываться мысли в голову о том, что действительно, а вот как было до того, как? А кто он на самом деле? Какие у него корни? Какая у него культура? Ведь в истории, в той же школьной истории говорится, что христианство пришло тысячу лет назад. А что было до этого? То есть человек открывает, или в нем пробуждается родник. То есть в нем начинает, как в зерне. Вот зерно лежит в земле. И когда складываются все необходимые внешние условия, если зерно живое, в нем есть живой огонь божественный, то как только складываются внешние условия, зерно начинает просыпаться. Зерно на самом деле выросло не в земле. То есть для зерна земля является очень агрессивной средой. Зерно выросло на солнышке. Оно слушало пение птиц, его обвивал ветерок, омывала роса. И вот оно попадает в землю. Темно, сыро. И кругом куча бактерий, всяких червячков, жучков, которые это зерно норовят съесть. То есть душа, которая приходит в явный мир, она испытывает те же самые трудности, что и у того же семечка или того же зерна. Но у зерна есть оболочка. Так же, как и у человека. Есть родовая защита. То есть его невосприимчивость к внешней среде агрессивной. Но держать оболочкой может... Это вот как раз и есть та родовая сила, которая есть в каждом роду и в каждом виде растений. Почему и говорили, что зерно нужно кушать с оболочкой, в оболочке иммунитет. Как раз отдает силу. И вот зерно может пролежать только определенное время. Если оно не прорастет, то его съедят. Бактерии, оно гниет. И у зерна есть всего несколько вариантов. То есть оно либо превращается в росток, либо его съедает, либо оно гнивает. Вот человек, живя в явном мире, если он не прорастает туда, к своим корням, к предкам, к Богу, то живет он недолго. То есть у него защиты хватает только на 50-60 лет. И вот зерно в один прекрасный момент вдруг лежало-лежало, и тут у него начинает, как еще говорят, крышу сносит и дно вырывает. Начинает лезть в голову какие-то непонятные мысли. И человек начинает свой поиск. Он начинает искать. То есть зерно начинает вспоминать, где оно когда-то жило. То есть где оно родилось, где его родина настоящая. И оно начинает туда тянуть свой росточек. Потому что самого оно попасть наверх не может, оно начинает тянуть росток. То есть человек начинает искать то, откуда он пришел. И вот здесь как раз, когда наши друзья, единоверцы порой начинают в сердцах наезжать на другие конфессии, я всегда и говорю, что это необходимый путь. То есть когда росток пробивается на поверхность Земли, к Солнцу, у него есть такой период, называется период слепой веры. То есть росток, он пробивается, он понимает, что где-то есть его мир. Но здесь все зависит от глубины залегания зерна. Если зерно лежит глубоко, то у него может не хватить сил пробиться к Солнцу. И вот человек порой, если он глубоко погружается в материальный мир, он действительно не может пробиться наверх к предкам, к роду, к Богу. И он тогда погибает. То есть если зерно не пробьется наверх, оно погибнет. И вот когда росточек пробивается наверх, туда, к Солнышку, когда выглядывает туда, говорит, вот он мир-то, в котором я жил, вот где я родился. Но пока у него росточек рос, в нем еще вырос и корешок. А корешок говорит, а я вот здесь живу. Это вот моя семья, мои дети, мое любимое дело. То есть я в материальном мире живу. А росток говорит, а я вот здесь люблю жить. И семечка-то уже нет. Уже есть росток. То есть это другая форма жизни. Семя – это всего лишь потенциал, это всего лишь информация. А росток – это уже форма жизни, в которую превращается семечка. И оно живет одновременно в двух мирах. В мире материальном и в мире духовном. И вот человек, который пробуждается, и который открывает для себя мир духовный, мир предков, мир богов, вот он как раз начинает черпать силы оттуда. Невозможно прожить в явном мире, не сообщаясь с тем миром. Потому что росток, он живет от двух миров. И от солнца, и от земли. Так же, как и староверы, многие, которые открыли для себя мир предков. Причем этот мир помогает им открывать вели в первую очередь. Поэтому я всегда говорю, друзья мои, вы обязательно должны научиться что-то делать своими руками. строить, вырезать, мастерить. Велес не любит лодыри и тунеядцы. Он не любит тех, кто любит сидеть на чужом горбе. Поэтому он очень внимательно и пристально. И если человек не умеет что-то делать своими руками, ему очень трудно будет понять образы. И вот когда человек пробуждается, у него вот этот росток к предкам в родничке активируется, он начинает искать информацию. В нем пробуждается вот то его начало, которое пришло из того, из мира прави. И, конечно же, глядя вокруг него, что происходит, как живут люди, как живет общество, он, конечно же, приходит в шок. Потому что вот то, как должно быть и то, что он видит в своем окружении, это абсолютно несоответствие. И его личность порой переживает очень тяжелые трансформации. Многие бросают все, что у них есть, едут куда-нибудь в деревню, подальше от города. И там у них происходит перерождение и созревание. И вот в этот момент больше всего и лучше всего человеку и в первую очередь приходит Лада Матушка. Потому что пока она его не наладит, пока человек не наладит свое внутреннее видение и внешнее, он не сможет дальше жить. Пока он не наладит взаимоотношения своими родными. Потому что многие уходят из семей и считают, что вот их родичи не так живут, они не так, не то делают. Они вот едят там мясо или там выпивают. И вот они не могут с ними вместе жить. Они уходят от них, уезжают в поселение или в деревню куда-то. И вот у них там происходит процесс трансформации. И вот Лада Матушка, она там в первую очередь приходит. Без нее вообще никак. И когда он наладится, более-менее у него состыкуются две информации внутренние и внешние, он начнет нормально с людьми разговаривать, вот тогда у него начинается уже процесс дальше. Поэтому у нас я всегда рекомендую на алтарь ставить первых кумиров, это род и Лада. Это первоначально то, те, кто помогает человеку на его основном пути пробуждения и проходу к предкам. И вот когда он более-менее... Дарислав, сейчас мы уже так от Вереса далеко отошли, я предлагаю всё-таки... А мы как раз к Вересу сейчас и подойдём. Давай сейчас предложение от меня такое, подожди. Давай сейчас мы прервёмся на минуточку с небольшим, послушаем песню, посвящённую Вересу. Заодно люди получат возможность радиослушателей глотнуть водички, вот, ты переведёшь дух и подойдёшь к Вересу. Как тебе такое предложение? Пойдёт? Значит, те, кто нас слушает по Ютубу, песню слышать не будут, потому что Ютуб запрещает крутить песни, на которые нет подтверждения, что они с разрешения автора крутятся. Поэтому не обессудьте зрителей Ютуба, вы слышать песню не будете. А вот слушатели Народно-славянского радио, кто находится на сайте или через плеер радио слушает, те услышат эту песню. Итак, слушаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. напоминаю, что по одному из современных календарей 23 февраля 2017 года четверг, по одному из старинных 34 день месяца в Юго-Стужу, 7525 лет пятница. День Бога Виллиса. Такова тема сегодняшнего эфира. Автор-сказитель Дорислав Стариков. И вот после песни мы можем подойти уже к продолжению разговора о Виллисе, поскольку мы поговорили про много чего другое, про много кого других. И вот возвращаемся к теме Виллиса. Пожалуйста. Ну, мы все-таки до Виллиса дойдем в сказки. Может быть, там продолжать-то и не надо будет, но вот после того, как человек более-менее наладился, он начинает искать информацию. И вот здесь мудрость это как раз ему наделяет Перун, то есть Чело. И вот когда он немножечко-то уже подначитался, поднаслушался, как раз вот здесь и приходит время Виллиса. Когда нужно это все попробовать, попробовать своими руками, попробовать построить дом, завести огород, посадить сад. То есть взаимодействие с природой непосредственно с Виллисом. Потому что практика, теория без практики ничего не значит. И Виллис как раз человеку в этом отношении не открывает врата далее, в его созидательное начало. То есть когда человек начинает пробовать все своими руками делать, вот здесь у него начинают развиваться уже душевные центры. То есть Леля, Лада, Макошь, и когда он начинает строить свой мир, в мире природы он его прежде всего строит. Он у Виллиса, у Матушки Земли его строит. И без соизволения Виллиса ничего не делается и не строится. Поэтому Виллис это один из великих покровителей нашего народа. И вообще народов на Медгард Земле, потому что без его согласия сейчас, конечно, строят все, но чем больше человечество строит и разрушает природу, тем больше оно разрушает самого себя. Сказка там еще дальше есть, но не будем уже так сказать, коль уже про Виллис разговариваем, то... Нет, если ты считаешь, что сказку нужно рассказать, то, пожалуйста, рассказывай, если она все равно нас приведет к Виллису. Она уже нас привела к Виллису. Понятно. То есть, дальше уже идет, дальше там идет Макош, Лейлада, то есть, это душевные центры развивают, без них невозможно строить собственный мир. Макош дает целостность, потому она мать ковша, мать кошелка, кошмак, кошель, то есть, это то, что держит в себе золотыми нитями Макоши пронизано все мироздание. И вот целостная личность, она строит целостный мир. А целостность получает как раз у Макоши. И тогда и доля с недолей приходит. И когда человек этому всему научился, он начинает строить, он построил собственный мир, вот тогда приходит к нему сварок, помощь, потому что сварок управитель явного мира. Вот это уже человек-созидатель, который может только строить, но и управлять. Но все это происходит в природе прежде всего. Ну вот, сказочки. Ну это только первый круг. Дальше идет у тех же силовых центров более глубокое прочтение, и другие боги-покровители. Ну, это уже другой немножко теме. В чате Елена пишет, да, сказку, сказку, давай, давай сказку. Ну вот, сказка, я уже рассказал вкратце, именно пробуждение человека, какими ступенями он идет. У него пробуждается центры, вот начиная с родника до зарода, и вот в жизни его вот такие созидательные деяния проходят. То есть, вот он проходит род и лада, то есть, это начало родник и зарод, так сказать. А дальше начинается Перун, мудрость дает, надаряет. Велес помогает взаимодействовать в мире природы, уже практиковать на то, что человек познал. А дальше, когда он начинает практиковать, он начинает развиваться душа, душевные центры. Когда он научился созидать и построил что-то, у него появляется уже тогда приходит к нему сварок. Третий центр, это живот. Как раз это наш выше из трех материальных центров. Именно он занимается управлением в явном мире. Поэтому, если вы обратили внимание, предприниматели, крупные директора заводов, у них такой пресс спереди, такой живот. Но не пивной живот, а именно такой вот. Рабочий мозоль называется. И в китайской традиции вообще мужчина к 40 годам у него должен быть небольшой животик. То есть это говорит о том, что мужчина дышит животом, и у него хорошо развит третий центр. Именно центр управления. Ниже центры зарод и исток, то есть это центры матушки земли и лады. То есть лада, мужчина, женщина, они больше всего соединены на двух основных центрах. Это на уровне сердца, где у нас лада, центр лады, и на уровне зарода, то есть любовь и зачатие. А далее уже когда человек освоился, когда построил, научился управлять, он начинает уже материализовывать, реализовывать свои идеи. И вот здесь все возвращается опять заново, то есть опять к роднику, но только не к самому роднику, а такой вот как головотяжец накрывать, то есть по краю родника там есть Рожана-матушка. Именно Рожана-матушка, как мы уже с вами говорили, она как раз помогает нам проявлять идеи в явный мир. Она как раз управляет силой реализации и материализации. Дальше очи у нас Один. В чем отличие? Вот если Перун рассекает тьму, то Один ее прокалывает. То есть он прокалывает гнуть его образа, он помогает тому, кто к нему обращается, именно глубину увидеть образов рунических, буквенных образов. Дальше у нас идет Ярила Трисветлый по уровню. Ну это немножко отдельная тема, поэтому вернемся к Велесу. И вот праздники Велеса, ну видите, их сейчас вообще получается Велеса перекрыли масленицей. Вот, ну то есть какая масленица, если брать там среднюю полосу России, так там вообще конец февраля, это еще мороз, стужа, о какой масленице речь? Вот масленица, правильно, Красногор масленица, когда она в марте, вот, вот так вот Велеса прикрыли. А на самом деле, если вот сейчас тема-то была в самом начале у нас, что он там, его скоттим богом называли, но откуда пошло название Велеса скотти бог? Это же ведь из Велесовой книги, а если брать Велесова книга, это была хронология или наследие народов, которых те же греки называли скифами. Вот, и если брать скифов, но это очень условно и очень грубо, они разделялись на два таких больших народа, одни кочевали, то есть они ходили со скотом, занимались скотоводством, так сказать, а другие занимались земледелием. Ну, и вот как раз земледельцев назвали скалоты, вот, а кочевые, которые ходили со скотом, вот их потом мы начали называть скотты. Ну, опять же, если брать вот все вот эти предания, то, во-первых, это все очень грубо и очень условно, потому что кто составлял летописи, вернее, чьи летописи до нас дошли? В основном летописи христианских монахов. Соответственно, христианские монахи, они никогда особо не вникали, кто там такие славяне, откуда они пошли. У них была своя культура, своя традиция, то, что видели, описывали, насколько они могли понять. Вот, поэтому скотоводы, у них действительно был покровитель Велес. Почему? Потому что они понимали, что Велес управляет природными стихийными силами. В его ведении находятся и дикие животные, которые могут потравить скотину, и мор, и трава, то есть это природа. И природа, соответственно, Велес, как великий покровитель природного мира, к нему они постоянно и взывали. Соответственно, даже вот если брать сейчас родноверческие традиции устроения капищ, если вы посмотрите непредвзято, да, сейчас вам объясняют, что ров вокруг капища, это река Смородина, это переход в другой мир, это с одной стороны, а с другой стороны, если вы занимаетесь скотом, образ жизни ведете кочевой, соответственно, у вас рукотворных храмов не будет. У вас они будут всегда природные святилища. То есть скотина перешла, стравила траву, перешла дальше, вы собираетесь и вместе со скотиной переходите на новое место. Находите более-менее подходящее чистое светлое место, окапываете его рвом, для чего? Для того, чтобы скотина на капище не лезла. Вот, его можно, конечно же, оградить, забором поставить, но проще вокруг выкопать ров. И скотина уже не пойдет, через ров она прыгать не будет. Ну вот, соответственно, как родноверческие сейчас общины некоторые поступают с кумиром. Вот я с этим столкнулся, когда к нам однажды на праздник в Омск приехали ребята и предложили на праздник сотворить кумир Перуна. Я говорю, а что вы будете потом делать с этим кумиром? Кумир большой, полторы сожжения. Я говорю, что дальше вы будете делать с этим кумиром? Мы его закопаем. Не, друзья мои, ну так не пойдет. Вы сначала берете образ у Перуна, а потом закапываете его в землю. Коль уж вы его хотите сотворить, тогда мы его спровадим к нам в святилище. И в итоге его увезли в Надеждинку на святилище Перуна природное. Так вот, действительно, кумиров, их же не таскать с собой. Правильно, их закапывали здесь же, на святилище и переходили дальше. Поэтому, соответственно, и назвали Велеса скотием богом, то есть покровителем скотоводов. Это вот один вариант наиболее яркий. Но я хочу сказать, что если вот брать православие и язычество, то, что сейчас сколько уже было на эту тему споров, мнений, я выскажу свое мнение. И то, как мне в свое время говорили. православие, опять же, не право, а правие. Если правь пишется через его, и ре, через мягкий знак, то это православие. Православие это была светская культура. То есть, это культура князей, волхов, бояр. Они хранили мудрость, они хранили устои, коны. А язычество, языче, это народ, соответственно, это народная вера. В чем же было отличие? Отличие было в том, что народ, как правило, если брать последнюю тысячу лет, именно тот образ жизни, который вели наши предки, народ в основном занимался чем? Земледелие, охота, рыбалка, скотоводство, то есть, все, что было связано с землей. И, соответственно, с природой и природными силами. И если земледелец не умел взаимодействовать с природными силами, то есть, с природными духами, то урожаи ему не видать, как своих ушей. Если он не умеет вызвать дочь, если он не умеет договориться с дикими животными, если он не умеет договариваться с пчелами, с птицами и так далее, то не будет у него урожая. А это все в ведении Велеса было. И поэтому очень часто говорили, что язычники больше относятся, народ относится к Велесу, а светская власть к Перуну. И во многом это действительно соответствовало правде и соответствовало истине. И вот сейчас, если брать, опять же, люди, которые перечисляют себя к язычникам, они действительно, они в основном признают только природные праздники, только природные обряды и только взаимодействие с природными силами. Староверы абсолютно спокойно и, ну, скажем так, сейчас подберу слово. По-мудрому. По-мудрому, да. Относятся и к богослужениям храмовым, и к природным святилищам, природным святилищам и природным праздникам, потому что это начало, два начала одного и того же. Как мы на одном из эфиров разбирали, человек состоит как раз из двух начал, из природного и божественного. И эти праздники, они должны быть и храмовые, и природные. У нас и храмы строились таким образом. Строился храм рукотворный, а вокруг него строились святилища природные. И праздники праздновались и там, и там. Поэтому скоть и бог как вариант, это именно покровитель скотоводов, селян, ну, в большей степени скотоводов. Потому что, ну, даже те же охотники во многом, они тоже к Велесу обращались, потому что они же у него брали дичь, они же у него животные брали. И с Велесом, опять же, договаривались, вот, почему он иногда в образе там с рогами, в образе коровы. Ну, потому что корова, и особенно волы, это были наиболее самые близкие помощники человека. Но они-то относились к природному миру. И вот это Велес сельскохозяйственный. То есть Велес есть мудрый на самом деле. И как мы на одном из эфиров говорили, сила божественная, она имеет диапазон. Диапазон бывает очень большой. Вот посмотрите, например, диапазон ученого, который занимается селекцией. Он очень высоко образованный человек, скажем, ну, современным языком. Да, он очень много знает, но ведь он знает это все из Велесовой мудрости. То есть как селекционировать растения, как их скрещивать, как получать те или иные сорта. И взять ну, я не знаю, там, человека, который проводит такие грубые природные обряды с жертвоприношениями кровавыми. и не секрет, что у некоторых языческих общин есть кровавое жертвоприношение. То есть петуха они там рубят или курицу, ну, неважно. И это все диапазон одной силы, силы Велеса. И она может быть очень разной. И она присуща разным социальным слоям. То есть для одного мудрость Велеса в одном виде, для того же, например, а если взять охотник? Вот когда начинает спорить, ели ли наши предки мясо или нет, то здесь приходит ответ очень простой на самом деле. Смотря кто в каком сословии жил и в какие времена. Но если представить тех же чубчей, у них же там кроме мяса больше есть нечего. Или, например, тех же скандинавов. У них там вот топкид. И вот они поэтому там вялили, парили, тушили, все попало с ним делали. Как могли, так и ели. Потому что у них больше ничего не растет, там по-другому жить невозможно. Соответственно, если брать Индию, там красота подошел по этому, по дереву ударил, бамам упал, съел, радуйся дальше. И вот, то есть все всегда зависело от того, в каких условиях жили люди. И Велес тоже, он имел очень много отличий. Так же, как и если брать любого нашего бога, того же Перуна, он тоже в совершенно разных обличиях у разных народов был. То есть, это сила, которую каждый народ воспринимал и использовал по-своему. И вот Велес, он был сельскохозяйственный. А если брать, например, вот, друидическую культуру, то у них вообще есть понятие, что есть боги-стихии, с которыми люди вообще просто так взаимодействовать не могут. То есть, с ними могут взаимодействовать только маги с очень высоким уровнем, то есть, очень сильным духом. Обычный человек с такими силами взаимодействовать не может. И вот у них там бог леса, он вообще кернунос называется. И облик имеет получеловек-полуолень. Вот. Поэтому Велес в нашей традиции он тоже представлен во многих ликах и во многих образах. Хорошо. Можем что сделать? Можем, если ты доклад основной часть сделал, можем прерваться на музыкальную паузу и дальше отвечать на вопросы и реплики. А если ты еще не все сделал, то может быть тебе что-то еще есть сказать? Но все равно я предлагаю послушать музыку тоже связанную с Велесом. Ну давай. Я бы добавил, что мы сейчас входим в эпоху Велеса. Хорошо. Давай тогда сейчас послушаем красивую песню. Вот раз мы говорим про Велеса, то есть люди, которые Велеса славят. Вот есть имя Велеслав, Велеслава. У нас есть замечательная певица Велеслава, которая поет прекрасные песни. И одна из них называется Капище. Вот давайте, если программа в этот раз не подведет, послушаем как раз песню Велеслава. Капище. Напоминаю, что слушать могут только слушатели Народного Славянского Радио, которые слушают в плеерах Народного Славянского Радио или на сайте. Те, кто слушает в Ютубе, будут наслаждаться тишиной по правилам Ютуба. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 23 февраля 2017 года четверг, по одному из старинных 24-й день месяца Юкастужа 7525 лета пятница. День Бога Велеса. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор, сказитель Дорислав Стариков. Есть что-то добавить еще как докладчику, я так понимаю, а потом мы уже перейдем к вопросам от наших радиослушателей. Вопросы мы принимаем в чате Народного Славянского Радио и сейчас еще из чата Ютуба. Но для того, чтобы ваш вопрос был правильно озвучен и вообще озвучен, необходимо просто-напросто следовать следующим правилам. В начале вопроса вы пишете вопрос в эфир. Это будет такой ключ, который нам будет давать понятие, что это вопрос для эфира, а не просто переписка между друзьями. Далее вы должны представиться по-русски, написать, как вас зовут, откуда вы. Естественно, паспортные данные и точный адрес указать не надо. Просто, к примеру, с Аляски или Василий из Удмуртии, к примеру, или город какой-то, или деревня. А дальше уже сам вопрос или реплика. В таком случае уже наши помощники не пропустят ваш вопрос, он обязательно попадет к нам в админский чат, и мы уже его в нужное урочное время произнесем в живом эфире. Пожалуйста, Дорислав, продолжай. Продолжаем. По поводу эпохи хочу добавить, что мы сейчас входим в эпоху волка, уже вошли под покровительством Велеса. Велес у нас изображен, если брать кумир Велеса, то он изображен в расшитой рубахе, в одной руке у него секира, в другой руке у него сноб пшеничный. Что сие означает и олицетворяет? Расшитая рубаха олицетворяет восстановление и возрождение традиций и устоев культуры. Смоб пшеничный в одной руке олицетворяет богатство и достаток в родах. и не нажива, а именно доброе такое правильное богатство, которое человек получает, трудясь своими руками, построив дом, достаток в огороде, в саду, в ремесле, в его деле созидательном и праведном и так далее. Топор или секира это с одной стороны защита, у нас вообще культура она действительно очень грамотно, даже не то слово, она очень гармонично создана. Это наша культура, потому что это наше родное, в ней есть все начала, и защита, и труд, и созидание, и любовь. И вот наши кумиры, они изображают и с одной стороны и умение постоять за себя, то есть топор это как созидательное начало и как оборонительное. и в чем его функции, то что он сейчас делает. Если вы заметили, то очень много происходит изменений в обществе. Старые больные деревья родовые, они просто засыхают, то есть люди болеют, спиваются, умирают, погибают от инфарктов, от алкоголизма, но в то же время молодые отростки в этих родах, те, которые родились и не хотят так жить, они хотят что-то изменить в своей жизни, они хотят жить по устоям, они ищут свои корни, они возрождают свой род, вот этим родам сейчас Велес помогает, и не только Велес, все наши созидательные боги, наши боги-прави, вот этим вот молодым росткам начинает помогать, и очень активно помогает, и многие наверное заметили, что происходит порой чудесные события в жизни происходит, то есть человек от пробуждения и дальше до осознанного состояния, он живет по воле рода, с ним все происходит, ему встречаются люди, встречаются книги, праздники и так далее, и вот он таким вот чудесным для него образом все происходит, на самом деле чудесный образ это труд богов-покровителей, и они вот эти вот молодые побеги, которые Велес, он рубит сейчас его эпоху, он рубит старые больные деревья, он наводит порядок в лесу, в первую очередь, вот секира олицетворения и найдения порядка, а молодым здоровым, здоровые поросли, которые, вот у которых есть совесть, у которых есть душевные понятия, какие-то внутренние устои, вот им боги-покровители сейчас помогают всеми силами, и я это в своей практике постоянно вижу, в наших общинах очень много людей, которые приходят из города, молодых очень много ребят, которые не хотят больше жить так, как их родные, у многих непонимание из-за этого возникает, но как же, у нас же вера родовая, у нас же взаимодействие с предками, а мои предки, например, там, пьют и деградируют, как же я, вот, у меня непонимание, и тут я объясняю, что вот этим предкам, вашим родителям, которые живут в системе, живут как все, там, как принято в системе, да, дайте им должное, поблагодарите их за то, что они донесли генетический материал вот до этого времени, что вы могли воплотиться, дальше дело за вами, наводите порядок в своем роду, и Велес сейчас очень активно помогает, я когда начинаю чем-то заниматься по дому, по огороду, я всегда к Велесу иду, требы ставлю, и вы знаете, все как-то получается, как-то вот чувствуется его поддержка, я даже когда дом строил, это было просто какое-то чудо, я дом строил в деревне, и дом был наполовину построен, зима, нужно было к весне закончить строительство, и там еще негде было жить, и мне тоже негде было жить, и ко мне пришел человек, ну, бродяга, можно сказать, но я видел, что он, вот он находится под пограбительством Велеса и Макоша, потому что он умудрялся путешествовать, он автособщик, он путешествовал по всей стране два года без паспорта вообще, причем он при этом еще умудрялся за границу ездить, в Казахстан, то есть здесь без, вот, для меня это вообще ну, не очень трудно это представить себя, тем более осуществить, а он вот легко вот так вот перемещался, и он рожден был под пограбительством Велеса, и он у меня остался, и целый месяц он у меня трудился, помогал мне, и он мне сделал очень много, и я чувствовал, что это конкретно поддержка Велеса, и когда вот он выполнил то, что нужно было, он мне помог дом закрыть окна, двери поставить, все, можно было там уже оставаться, ночевать, вот он тогда ушел, он собрался, и самое главное, что как ни предлагал я ему плату, он ее не взял, поэтому чудес в жизни, когда человек пробуждается, начинает идти по своему пути, их просто в первое время кажется, вот прямо их полно, потом уже ты начинаешь понимать, что это покровители боги, помогают тебе, там помогают, тут помогают, как чаду неразумному, и вот Велес сейчас, Лада, Рот, Перун, они действительно помогают всем, кто пробуждается, у всех, у кого душа светлая, у кого есть совесть, и который стремится вот познать мир предков, образы наших предков, природные образы, Велес помогает ну прям очень сильно, и вот у нас вообще кумиры всегда изображаются с человеческими ликами, с красивыми человеческими ликами, и с атрибутами определенными, и Велес у нас тоже изображается с красивым человеческим лицом, единственное, что у него очень густая шевелюра, густая борода, но ни рогов у него, ни каких там, единственное, что у него тотемные изображения, с одной стороны волк, с другой стороны волк, вот, то есть вот, что я хотел еще добавить по поводу эпохи, эпоха волка, опять же, если посмотреть, какие качества и силы она пробуждает человек, то нужно смотреть на волка, то есть каким образом живут волки, то есть какие у них качества положительные, отрицательные, и соответственно, вот балансирует, балансом в данной эпохе божественным будет Велес, то есть Велес сейчас наводит порядок в родах, это его основная задача. Все пока? Все пока. Хорошо, ну я просто жду, когда ты расскажешь, все же интересно расскажешь, даже перебивать тебя не хочется, и как-то так встревать, потом часто что-то, Алексей, мы пришли сказителя послушать, а ты постоянно там свои реплики какие-то кидаешь, вот, я говорю, ну, скажите, сам просил, чтобы я почаще вступал, об этом люди не знают, в данном случае у нас с тобой не было договора, чтобы я вступал, поэтому я сижу, молчу, внимательно слушаю, ну, тем более хорошо рассказываешь, что вступать-то. Так, ну, если ты пока что на данный момент все сказал, что хотел, теперь из тебя будем вытаскивать какие-то дополнения при помощи вопросов. Да, как старые индейцы, я все сказал. Да, я все сказал. Это могалка так, вредно. Вопрос в эфир от Виталия из Эстонии. Здравия, Дорислав, меня интересуют обряды на День Бога Виллиса. Может, расскажешь, если, конечно, не секрет, какие обряды делаются на День Бога Виллиса и что они дают? Ну, я вот в самом начале как раз обряд-то и рассказал. Причем, очень подробно я рассказал, как он проводится, то есть, пробуждение именно зерна и пробуждение именно того зарода, который лежит в зерне и пробуждение той идеи, которую вы вынашиваете в своем сердце, в своей душе. вот и мужское, и женское начало взаимодействия с Костром. То есть, вот я рассказал. Одинственное, что есть славление Виллису, вот, но славлением Виллиса тут произошла заминка. Дело в том, что Виллис это не мой профильный бог, так сказать. Вот. То есть, у меня есть боги-покровители, которые пришли ко мне в, скажем так, в кумирах, которых я статворял, в том числе Виллис. И они пришли именно в том порядке, в котором была рассказана сказка. То есть, сначала пришел Рот Иллада, потом Пегун, Виллис, Макош, Сварак, там Рожан и Ярила. И вот те кумиры, которые ко мне пришли, их боги, соответственно, когда приходит кумир, он приходит не просто так, он приходит вместе с мудростью, самой главной силой. Соответственно, о тех кумирах, о тех богах, которые пришли ко мне, появились через меня в виде кумиров, потому что мало взять кумира, который был сотворен кем-то. Его нужно пропустить через себя. Пропуская через себя, ты пропускаешь и мудрость, и силу данного бога. И, соответственно, когда ты сотворяешь кумира, тебе приходит и знание о том, каким образом бог взаимодействует, проявляется в природе и взаимодействует с людьми. Поэтому Велес все-таки у нас в общении был жрец Велеса, который и занимался. Звали его Вреслав, то есть собирающий бодрость Велеса. И вот он как раз этими праздниками и заведовал. То есть я в этом участвовал как участник. но я это все помню. Но у нашего волхва, жреца начались другие учения и посвящения. В итоге он из общины ушел. Где сейчас он проходит свое обучение, я даже не знаю, потому что Велесы, они настолько своеобразные. То есть все те Велесы, которыми я встречался в своей жизни, они очень... даже вот сегодняшний эфир, то есть Велес, он на самом деле очень любит шутить. И вот у него стихия во многом у Велеса проявляется, в его силе очень много стихий проявляется. И даже вот та техника, которая сегодня не хотела включаться, вроде бы как все есть, а не работает. Я для себя определи, что это такая вот шутка Велеса. вот. Ну и я, скажем так, не снимаю себя вины за то, что вовремя не поставил требу Велесу. Вот. И он так вот намекнул, мол, типа, про меня рассказывать не мешало бы требу поставить. Вот. Ну и я тут все сделал как надо, и поэтому эфир состоялся, и все прошло, проходит гладко. Сдается мне кто-то требу Майкрософта поставил, потому что скайп сейчас ему принадлежит, и они там вытворяют чего хотят. Ну ладно. Ну да, все получилось левосочное. То есть у меня рот, ну Велеса я, конечно, если взять Велеслава, например, того же, московского, он вам про Велеса расскажет гораздо больше, гораздо глубже, и так далее. У меня все-таки знания о Велесе не настолько глубокие, потому что мой профиль это наследственная память, это связь с предками и с родом. Ну уж не знаю, насколько там у тебя неглубоко, но рассказывал это долго и интересно. А что дают эти обряды на День Бога Велеса? Вторая часть вопроса. Что они дают? В любом случае, друзья мои, пока вы сами не попробуете взаимодействовать с Богом определённо и не увидите результат, который вы получаете, сколько бы вам кто-то не рассказывал, что он вам даст, вы никогда не поймёте это, пока не пробуете сами. А попробовать это нужно в повседневной жизни. Можно называть себя там славянином, старовером, родновером, язычником, сколько угодно. Можно прочитать кучу книг и быть очень подкованным в славянской культуре и там в старой вере или ещё что-то. Но если вы это не попробовали, если не повзаимодействовали сами с Велесом, то Велес вам после этого обряда может вскрыть или помочь вскрыть такие идеи и столько вам сил дать на возрождение вашего рода. Что вам нужно конкретно? Что вы хотите? Что вы должны пробудить? Вот семя в земле лежит, пробуждается, токи, мать, земля даёт ему на пробуждение, да? Велес начинает просыпаться. Вот. Что вы хотите пробудить? Что вы хотите получить конкретно? С каким запросом вы пришли к Велесу? Вот вы то и получите. Хотите чада зачать? Пожалуйста. Хотите вы то-то это? Но он даёт пробуждение. То есть день Велеса это пробуждение природы, пробуждение внутреннего человека творческого созидательного начала. Но в любом случае пока вы не научитесь взаимодействовать с богами сами в повседневной жизни, вы это не сможете понять. Поэтому поставьте родовой алтарь дома и взаимодействуйте и с родом, и с ладой, и с макошью, и с Велесом. И вот тогда вы начнёте понимать, на что боги откликаются и в чём они вам помогают, а на что не откликаются и не помогают. Хорошо. Вопрос эфир от Елены 777. Здравствуйте. Сегодня день Дида. Что вы знаете об этом? Благодарю. Не знаю ничего про Дида. Честно скажу. Если ты, Алексей, знаешь что-то, можешь просветить. Ну, Дида, ну что, ну, слово Дид, Дед, это... Ну, насколько я знаю, это одни... Да, продолжай. Дед делится. Дед это всё-таки Дед, а Дид это... Ну, Дид, Дид и Дед это одно из названий древнейших представителей родов по мужской линии. И есть Диды как осенние, так и зимние. Вот как раз сейчас у нас зимний день Бога... Бога... Зимний день Дида. И как раз вот 23 февраля совпадает в данном случае. Я считаю, что это настоящий мужской праздник, потому что в этот день женщины почитали всех мужчин, поскольку родовая мужская нить прослеживается здесь как воинов, защитников. В этот день почитали в общинах всех, кто погиб, защищая державу, отчизну, родину, общину. То есть, опять же, День защитника получается. В этот день давали напутствие мальчикам, которые достигали определённого возраста, чтобы они были достойны своих предков, своих дедов, своих пращеров, родичей, которые защищали родину, отчизну. И мужчины в этот день обращались к диду и обращались к своим дедам с какими-то вопросами и наставлениями как живым, так и тем, кто уже в Асварге Пречистой, для того, чтобы получить от них наставления и какие-то качества мужские, если вдруг чего-то не хватало. То есть без какого-то уничижения себя, умоления, вот просто как по-родственному обращались и говорили, вот деды, что мне не хватает? Вот я чувствую, не хватает мне, например, силушки, или не хватает мне мудрости, или не хватает ратной смелости. Вот помогите разобраться. И, как правило, в этот день или в ближайшие дни шло наставление через какие-то примеры, через какие-то учения. Так что день Дида, я считаю, на мой взгляд, это как раз и есть та самая альтернатива 23 февраля, которая между нами, так говорить, на ровном месте, непонятно откуда появилась. Если вы историю поизучаете, вы поймёте, что к каким-то победам Красная Армия это отношение не имеет и, в общем-то, высосан из пальца. А есть более значимые для всех мужчин даты, и одна из таких дат, помимо многих других значимых и великих побед, это как раз день Дида. Почитание всех родичей по мужской линии, воинов, защитников, погибших, героев и так далее. Вот когда женщины почитают мужчин, дают им напутствие, а мужчины обращаются к своим родичам за советом, чтобы быть мужчинами в полном смысле этого слова. Но день Дида, насколько я понимаю, уже закончился, но дело не в этом, мы так вкратце упомянули, о нем рассказали. Что ты хочешь добавить? Да, для меня сегодняшний день действительно день Дида. Я ездил к своему Диду 90-летнему, так что общаемся. Да, ну видишь, какой ты молодец. Молодец. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. У бога Виллиса, мать-богиня Зимун, покровитель нас и коров, братья Один и Ватан, поэтому нет ничего удивительного, что бог Виллис считается богом скота, покровителем волков. А волки от слова «волк», где «волк» переводится как «корова». Вот такая реплика от Виталия из Эстонии. Идем дальше. Если я комментировать не будешь, идем дальше. Я добавлю, если так по-русски разбираться, то есть читают порой «Наследие». Вот Виллис породила корову зиму. Спрашивается, ну, а мне от этого что? Ну, породила она корову зиму Виллис. Что такая корова зиму? Как она его породила? И где она его породила? То есть, а что это значит? Мне объясняли так. Дело в том, что Виллис, Великий лес, мы же находимся в созвездии коровы зиму. То есть, Виллис, который, та природа, которая у нас на Земле растет, она оригинальна только для нас, только для нашей Земли. То есть, природа, которая у нас на Медгард-Земле, в созвездии коровы зиму, такой больше природы нет нигде. Но только у нас такая природа есть. Поэтому и говорят, что корову зиму породила Виллиса, нашего Виллиса. То есть, нашу природу. Ну, вот так. Хорошо. Еще реплика Виталия из Эстонии. Тополиный пух мне напоминает волчью шерсть. Эта реплика у него родилась, когда ты рассказывал про то, что тополь является деревом Виллиса. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. День бога Виллиса с 26 на 27 февраля 2017 года. Вот такие справки нам еще подбрасывает. Велес и волк, кстати, если брать волк и волк, то это такая природная, природный баланс. То есть, волки контролируют коров, коровы контролируют лес, лес контролирует коров, и коровы контролируют волков. Это замкнутая цепочка, если вы заметили. то есть, копытные, травоядные, они контролируют лес. То есть, они же ведь травоядные, специально запущенные в леса, они съедают молодую поросль, тем самым чистят лес. Вот, там, где мало очень копытных, там лес зарастает, превращается в бреломы. Ну, в общем, такая вообще непрочесанная стихия. А там, где есть копытные, они там в лесу всегда наводят порядок. Соответственно, контролировать копытные кто будет? Личники. Вот, это замкнутая цепочка. То есть, они друг друга контролируют. Поэтому и ходят все время вместе. Ну, это вот комментарий. Да, один за другим. понятно, одни санитары леса, другие поправляют лес с точки зрения растительности. Хорошо. Ну, вот волк, да, волк и волк. если мы берем одно из понятий «ка», то это как бы соединение внутрь себя, объединение чего-то внутри себя, содержание. То есть, получается, так, если немножко пофантазировать, то волк – это тот, который внутрь себя засовывает в Алла. То есть, контролирует его, чтобы слишком много их не было в случае чего. Ну, такая легкая фантазия на тему, то, что называется, на тему буквицы. Ни на что я не претендую просто так, мысли вслух. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Дорислав. В данное время мы живем в эпохе волка под покровительством бога Велеса. Какие черты бога Велеса уже проявляются и будут проявляться в этой эпохе по твоему мнению? И что тебе известно о культуре волка у славян, распространенному в былые времена? Благодарю. То есть, какие черты бога Велеса уже сейчас проявляются и будут проявляться? Что нам ждать? И что тебе известно о культе волка у славян? Два вопроса. Ну, во-первых, я уже начал отвечать на этот вопрос, говоря о том, чем занимается сейчас Велес. И я еще даже хочу добавить, что Велес сейчас очень активно занимается восстановлением людей, восстановлением их связи с природой, связи с родом, потому что я считаю, что родноверческие все общины, языческие, они все под покровительством Велеса. Поэтому они проводят природные праздники, то есть, из города они возвращаются в природу, учатся с ней взаимодействовать. Где-то это проходит более мягко и гладко, где-то это проходит жестко, потому что Велес это прежде всего стихийный бог-покровитель стихий в том числе. И поэтому здесь диапазон общин он очень широк. Одни очень дикие и купальские праздники у них только с скажем так деторонными органами. Если вот взять купалу например обноверческую и нашу, то они очень отличаются по значению и смыслу. У нас это обновление купала это обновление души в первую очередь. Омовение души. У родноеров это возрождение яра это мужское начало. Вот, соответственно, там чутила с деторонными органами и так далее. Вот. Поэтому проявление Велеса уже видно. Как я уже сказал, он и порядок в родах наводит, и вот общины и людей возвращает опять в, скажем так, взаимодействии с природной силой и с матушкой природы, потому что все равно родноверческие общины, они прививают молодежи, любовь к родине, любовь к природе, любовь к наследию, к предкам. Поэтому вот тут видно невооруженным глазом влияние про культ волка теперь, да. Да, что касается культ волка, ну, друзья мои, опять же, не скажу, что я прям очень в этом знаток, потому что в этом хорошо разбирается природники, те, кто непосредственно взаимодействует с природой. Единственное, что я вам хочу сказать, это из моей, из нашей практики уже, мы в свое время проходили такой обряд, как отпускание волка. Что он из себя представляет? В тяжелые времена, когда наши предки, наш народ начал погружаться во тьму, в стихию, в средневековье, многим пришлось стать хищниками, то есть многим пришлось употреблять в пищу мясо. Мы действительно знаем времена, когда мясом не питались. Основная масса населения, по крайней мере, они жили, питались другими видами пищи, но вот в тяжелые времена, когда человек погружается в природу, мясо есть необходимо. И необходимо стать охотником и стать хищником. И вот один из обрядов проводился, он был достаточно такой жесткий, то есть нужно было поймать волка, нужно было перегрызть ему глотку самому и съесть его сырое сердце. Это тяжелый такой действительно обряд, но после этого в твоем поле присутствовал дух волка. И именно волк тебе помогал потом, в дальнейшем помогал мужчине охотиться и употреблять мясо. Но так как основная многие сейчас люди, они рождаются, но в их матрице души присутствует вот этот отпечаток, то есть дух присутствует, мы сейчас не можем, мы не питаемся теплой кровью и не питаемся сырым мясом, а волку необходимо, то есть он больше ничем другим не питается, если вы знаете, волки питаются теплой кровью, они не едят падаль, они питаются, особенно волки вожаки стаи, они вообще в первую очередь, то есть когда валят значит оленя, то волк впивается ему в горло и пьет теплую кровь, и вот если дух присутствует в человеке, то он требует всегда именно вот этой энергии, энергии только что убитого животного, энергии теплой крови, как это проявляется в человеке, когда человек пьет алкоголь, что он делает, он убивает собственные нейронные клетки, и кайф, который он испытывает, это именно тот кайф от убийства самых дорогих клеток в его организме, и многим, чтобы избавиться от алкогольной зависимости, приходится отпускать образ волка, ну это про отпускание образа, у нас есть сказочная тема, вот этот обряд, связанный с волком, мне и объясняли, и я сам его отпускал, волка, и у нас это было, что же касается каких-то других культов, дело в том, что славянских племен и народов было очень много, но в любом случае, человек живущий в природе, он берет тотемное животное, для чего? для того, чтобы воспользоваться его силой инстинкта, то есть волк, какие у него положительные качества, что он умеет, у него первая выносливость, волк может бежать очень долго, в отличие от других хищников, волк может бежать очень долго, они порой жертву изматывают именно выносливостью, это первое, у волка очень хорошее чутье, то есть и соответственно взаимодействуя с волком и с его силой, человек как раз и взаимодействовал для того, чтобы что волк делает в лесу в первую очередь, основная его задача это выслеживание добычи и взаимодействие с татамом волка как раз охотник в себе это качество и усиливал умение идти, находить и идти по следу добычи но естественно волков почитали князья потому что волки жили стаями и в стае волчьей стаи только самый сильный самый умный самый ловкий и самый злой мог быть вороком поэтому частенько и князья с волками взаимодействовали ну и соответственно вот я вам рассказал про обряд дальше с этого волка снималась шкура и его одевали поверх спины то есть когда человек полностью проникался духом вот ну и я уж там не буду говорить про оборотней потому что в моей практике такого не было ну а пустословить я не люблю вот то что в моей практике есть я об этом и вещаю вот то чего не было ну ну нет и как говорится ну нет и не туда нет ну понятно понятно как там говорил удав я не стану глотать столько попугаев так вот я не буду вырывать сердце волка и жрать его чтобы потом шкуру на себя нацепить ну может кому-то это и надо ладно идем дальше вопрос в эфир от Олега Зерковского известно что Виллис покровитель животноводов и шотландцев какие тебе известны обряды почитания бога Виллиса в Шотландии в чем их различие между обрядами проводимыми на Руси и какие конкретно и как конкретно охраняет Виллис небесные врата между мир я благодарю что про шотландцев там расскажешь ну в юбках ходят вот сейчас если был шотландцем бы взял что-нибудь тяжелое по голове тебе дал за это слово ну ладно идем дальше короче это все что ты можешь сказать насколько я знаю скотланд опять же это часть скифских племен которые переселились туда на острова вот по крайней мере из наследия и подтверждение даже считается что сатландские и ирландские племена родственные и у меня наша вот отарина на общенница она живет в Ирландии и она говорит что раньше по-моему или раньше или сейчас до сих пор у них национальность кавказцы такая вот то есть скиф уже у нас жили вот в краснодарском крае на северном кавказе вот и в свое время орианта был такой скифский царь ориант уже европу проскочил своей стотысячной конницей вот и завяз в белорусских болотах на полесе там его наши славные скажем так древляне и уложили вот но про обряды шотландские ничего не могу вам сказать друзья мои потому что я не знаю хочу съездить в Шотландию но пока как говорится мага туда путь не сплела вот какие у них есть обряды не знаю хотел бы конечно посмотреть наверное в будущем так и будет ну вот ничего не могу сказать вот по поводу небезы вопрос чтобы посмотреть да известно что верес покровитель то есть как я уже рассказывал часть родов тех же скифов скотовозов переселилась туда на острова соответственно Скотланд вот то есть страна скотов вот это старая история но и если сейчас вот брать наследие открывается все больше и больше фактов и сейчас настолько сильно пересматривается вся наша история на самом деле как все было есть конечно наследие но опять же так ли это было или нет сказать сложно так что здесь еще различия между обрядами на руси как конкретно охраняет велес небесные врата между мир я благодарю по поводу небесных врат я уже говорил что из себя представляет велес то есть когда душа перед смертью выходит из тела то пройдя вот перекресток лево-право она проходит сначала с велесом вот а потом уже проходит перуна и возвращается в сварбу в ирисад но что касается опять же врата между мир то вот вы подойдите к лесу и вы стоите во вратах между мир то есть войдя в лес вы живете вы попадаете в одну стихию выйдя из леса вы попадаете в другую стихию ну вот так понятно идем про честные врата ну как можно словами сказать про небесные врата небесные врата это же там на том свете уже вот что уже рассказывать про небесные врата вот здесь на земле живем над земными образами и скажем так и оперируем будете там все и увидите да понятно приезжайте к нам на Колыму милости просим ладно будете у нас да заходите в гости вопрос эфира Дхария здравия Дорислав и Алексей почему иногда семечка в росток не может превратиться ну вот ни в какую семечка в росток не может превратиться но я говорил здесь для того чтобы семечка превратилась в росток необходимо внешние условия это то есть в каждом семени прописана определенная программа при создании данного семечка данного живого данного растения или живого существа прописывается программа при каких условиях это включается пробуждение семени то есть это влажность температура и соответственно среда вот это это первое ну а второе самое главное семечка в нем либо оно живо то есть есть в ней живо в этом семечке либо нет если живы нет то соответственно семечка и не превратится в росток тут вот Василий Васильевич так по-свойски пишет в чате эй там в эфире вы что пропустили Калинов мост и реку Смородину ты зачем пропустил реку Смородину с Калиновым мостом про между мир когда стал говорить ну мы сегодня про смерть про переход в другой мир ну не разговариваем вот поэтому опять же понимаете друзья мои я уже сказал не раз и не буду повторю еще раз я никогда не рассказываю то что не было пробовано на практике пока на тот свет я не ходил в общем понятно в Шотландию в Шотландию тебя мы посылаем я понял в Шотландию тебя мы посылаем не было и сказать как там все происходит как через реку Смородину переходит вот то есть Смородина это же огненная река вот хотя есть посвящение у волхволов действительно переживание клинической смерти ну я пока еще не дошел до этого посвящения поэтому ничего вам про реку Смородину рассказать не могу в общем я говорю в Шотландию еще ты можешь съездить мы тебя туда можем послать вот а вот туда где Смородина Калинов мост как-то проблематично так что не знаю не знаю ну покумекаем чтобы тебя туда и обратно путевку выписать хорошо чтобы потом рассказал нам ладно хорошо вопрос в эфир от Хария это уже было про про Росток ты ответил реплика в эфир от Виталия из Эстонии я пишу картины или живопись но для этого надо тренироваться каждый день вот как мудреный мудреная реплика идем дальше от Виталия из Эстонии еще одна реплика кстати бог Вилли схранитель врат между мире вот такое открытие таким открытием поделился с нами Виталий реплика из Ютуба Вячеслав Вседобрейш написал прихожу утром на рассвет и все вопросы сами собой решаются понимаешь как хорошо просто это наверное где-то он щуку поймал явно нет ну почему ты выходишь на рассвете здороваешься солнышком здороваешься с ним задаешь какой-то вопрос и приходит тебе ответ ведь солнышко встает а говорят утро вечера мудренее и тебе сразу мудреный ответ в голову бабаха пришел поэтому я вот здесь абсолютно с Вячеславом солидарен согласен если вы не можете вечером найти ответ то встаньте с утречка когда солнышко выходит к вам навстречу или вы навстречу солнышку поздоровайтесь и задайте вопрос вполне возможно что получите ответ а прощу какой-то другой разговор это мы сейчас с тобой в сторону уйдем куда-нибудь ладно из Ютуба Козьма Прутков а Коловрат передавал ли полномочия Дориславу имеет ли Дорислав какие-то навыки для именно речения и прочих обрядов не засланный ли он казачок ФСБ народ стрельцы бунтуют говорят царь ненастоящий ну-ка давай признавайся когда тебе ФСБ завербовали где там тебе ксиву дали давай штир скались значит для Козьмы Пруткова скажу друг мой вот пока ты называешься Козьмой Прутковым и сидишь молча зашифрованный в интернете то естественно никаких у тебя контактов с ФСБ не будет да и зачем а когда ты публичное лицо когда ты официально являешься главой общины родовой общины главой межродовой общины когда ты взаимодействуешь с органами власти с МВД и перед каждым праздником летним мне необходимо подать сначала побеседовать с представителем ФСБ с куратором моим у них есть там отдел по религиозным объединениям которые следят как раз за всеми религиозными деятелями в том числе и я как руководитель религиозной группы и мы с ним периодически общаемся далее а по другому и не может быть я вам хочу сказать ни один публичный человек без этого не обходится дальше мне необходимо пообщаться с отделом по борьбе с экстремизмом после этого мне нужно подать уведомление в МВД начальнику МВД Омского района после этого мне нужно съездить поговорить с участковым на территории которого мы проводим праздник и только после этого могут собраться люди и совершенно спокойно отпраздновать праздник Купала или Перуна так что вот так дорогой Кузьма Прутков я взаимодействую со всеми надлежащими органами потому что веду официальную деятельность и по другому быть не может конечно можно же заныкаться куда-нибудь там в лес и жить в лесу но для этого нужны уроки другие в лесу действительно живут без всяких там взаимодействий с другими органами вот но мой путь сейчас идет именно через взаимодействие с официальной властью и систем по поводу полномочий а если уж на то пошло Кузьма Прутков ты вообще кто чтобы я перед тобой отчитывался какие мне калаврат передавал полномочий какие нет может ты сам из ФСБ здесь пишешь мне казачки ну вот так и дальше как у Васоцкого враг не ведал дурачина тот кому все поручил он был чекист майор разведки и прекрасный семьянин я вообще как вот человек как славянин как старовер я люблю открыто разговаривать поэтому как правило я когда вот мне задают вопросы вот такие связанные там с ФСБ там взаимоотношения с другими людьми с лидерами другими и при этом не называют своего имени не открывают своего лика и образа ну с кем разговаривать так может быть он на самом деле Козьма и Прутков откуда ты знаешь да нет ну с тем с кем надо я и так поговорю с кем надо повзаимодействовать я и повзаимодействую и без разговора поэтому ну это так ну ладно человеку просто задать больше нечего ну почему сомневается сомнения ну ладно время у нас позднее вопросов много а времени мало поэтому давай-ка будем чуть шустрее швыча-швыча дорогой товарищ вопрос в эфир от Олега из Иркутска существуют ли тайные имена дающиеся жрецам людям связанные по названию и по сути с Богом Велесом это первый вопрос и поясни подробнее назначение тайного имени конкретно расскажи зачем скрывать тайное имя от рода ведь зная это имя родичи могли бы помочь обладателю имени осуществить свое предназначение так сказать жить в копе с копом муравейником и в духовном плане благодарю Олег из Иркутска сколько у Олег вопросов он задавал да он очень активный мне нравятся такие вопросы всегда у нас вообще очень активные люди очень слушатели и зрители ты вообще заметил это да? дающие жрецам людям связаны по названию и сути с Богом Велесом да конечно дают как Велеслав ведь кто такой жрец Велеса это человек через которого проходит мудрость Велеса естественно у него может быть имя связанное с Велесом с его силой да вот поэтому есть Прислав то есть Перуна Славящий есть Родослав который Родослав есть Ладослав вот или Ладослава поэтому естественно дальше тайное имя почему родичи так если ты проходишь имянаречение ведь жрец который тебя нарекает а он имя то где берет его же род и дает тайное имя просто не вот эти родичи которые живут сейчас в системе ни в чем не разбираются а Родан основатель рода дает имя опять же тайное имя внутреннее имя и внешнее имя внутреннее имя это развитие сути каким путем должно идти а внешнее имя это развитие внешнее то есть личности развития в общине в явном мире но род дает это имя и другое дело что есть разные обряды имянаречения и в разных родах они по-разному проводились то есть есть обряды когда имянаречения проводится волхвом жрецом старейшиной то есть когда чада получает имя от кого-либо то есть от старейшины от волхва лежится а есть именно лечение когда чада сам свои имена помнит то есть суть же приходит сюда с определенным планом просто в момент воплощения суть забывает это все то есть связь прерывается где все это находится это все находится в матрице души кто у нас сейчас душой с своей разговаривать не умеет да никто вот я сейчас как раз и занимаюсь семинарами которые помогают людям научиться взаимодействовать с своей душой и с матрицей души вот в ней там как раз есть то зачем человек сюда пришел но попадя в явный мир личность новая которая созревает она не может понять что ей чем заниматься куда ей идти вот поэтому вопрос немножко там был по другому чуть-чуть почему скрывается от родичей тайное имя которое получает человек так вот я же оно не скрывается от рода род его и дает имя так вот я говорю если именно речения когда чадо само вспоминает но в любом случае ты же живешь открытый роду открыт предкам все твои мысли ведомы им все твои чувства им ведомы соответственно имя не может скрываться а вот от тех родичей которые вот тут в яви и вряд ли чем тебе помогут им обычно не говорят но что касается тайных имен друзья мои вот для основной массы населения вообще тайные имена ну не актуальны этот вопрос тайные имена действительно актуальны для тех кто занимается магией конкретной серьезной магией взаимодействует с мощными стихийными силами вот для тех тайные имена действительно может иметь большую роль и действительно тот кто умеет но основная масса населения да ему вообще да все равно ему знает он тайные имени знает он все равно ничего с ним сделать не сможет это как петух который нашел жемчужину в навозе он ее есть не может она ему вообще ни к чему жемчужина может пригодиться только тому кто понимает в ней смысл вот что касается опять же скопом муравейником в духовном плане то я уже говорил об этом друзья мои опять же если брать род не каждый род может жить муравейником почему потому что родовая память наследственная память в матрице души составляет от 15 до 20 процентов зависит от взросления от возраста сути посмотрите как сейчас ярко выраженно проявляется семья обычно а может даже пьют папу мамы и то и другое а сын рождается и становится лидером или главой общины спрашивается а как он мог это сделать или например семья селян а сын уезжает в город и становится директором завода откуда у него наследственной памяти таких качеств не было и быть не могло это его суть поэтому в род приходят в семью приходят разные дети с разным уровнем развития сути и с разными целями и задачами вот поэтому есть сильные рода действительно там все сути подчинены наследственной памяти там воли свободы выбора нет вот а есть все равно и в эти рода приходят сути очень высокоразвитые они все равно идут своим путем вот поэтому кто-то живет муравейником а кто-то муравейником не живет а кто-то создает собственный муравейник а кто-то роем живет да хорошо потому что роем муравейник вроде бы похоже но чем-то отличается одни роют нет нет я в другом смысле вопрос эфир от Александра есть умение мучает долго вера это ведра или это не так ну все же знают что есть разные буквицы е есть есть и веры вера это есть когда ты веришь человеку то есть ты ему доверяешь есть когда ты познаешь мир так вот как я уже говорил есть вера слепая и многие кто бы тут сейчас что ни говорил многие через это проходили как ты как вы научитесь взаимодействовать с высшими силами если вы не попробовали этого сделать да вы конечно как я уже говорил сейчас много говорящих голов они начитались наслушались одного другого и с вами могут такую полемику развести но ни разу они к высшим силам не обратились и не видят они этой связи вот один только написал что выходит на рассвете все вопросы решаются больше никто такого ничего не писал поэтому вера это и доверие это и бывает действительно период слепой веры когда ты просто обращаешься но еще отклика в явном мире ты не видишь и ты не можешь точно сказать так это или нет ты просто веришь на слово как говорится да вот а когда ты уже увидел взаимодействие вот с высшими силами в явном мире их проявление тогда уже идет вера как познание мудрости познания явного мира То есть тогда уже получается ведание Так, это ты видишь уже Когда ты конкретно строишь и понимаешь, что ты делаешь Ну, ведание, да, это мудрое отношение к тому, что есть И применение в жизни ведание Мудрость, веда, мудрость, да Значит, получается, что есть первый этап детский Когда кто-то чего-то сказал И в это, в кавычках, поверил И он начинает всем это рассказывать Второй этап Когда кто-то, авторитет какой-то уже говорит Не просто кто-то, а уже какой-либо авторитет А не дядя с улицы И ты тоже в это веришь Это называется фанатичное последование И ты фанатично следуешь этому всему Рассказываешь другим И тебе кажется, что это истинно последняя инстанция А потом происходит в лучшем случае В лучшем, не со всеми, к сожалению А в лучшем случае происходит время Когда человек становится мудрым Осмысление И он уже не просто повторяет чьи-то правильные, добрые, хорошие слова А он уже через осмысление Через свой родовой поток Через свою родовую нить, память, связь Получает знания То есть ведания непосредственно от своего рода На основе того, что когда-то он где-то получил То есть та база, которая от кого-то где-то получил Во что-то поверил Превращается в какой-либо фундамент Но со временем бывает и так, что Дом оказывается намного больше, чем фундамент И этот фундамент от старого приходится избавляться У кого-то с трудом это происходит А кто-то очень легко сносит всё до основания И затем А вот тут как уже выйдет Ну что ж, идём дальше Вопрос эфир от Олега из Иркутска Какие ты, Дорислав, посоветуешь приобрести книжки Печатные издания для детей Про славянских богов В том числе и про Велеса в формате сказок И на языке доступным для детей младшего возраста Благодарю Ну, Олег, что я могу сказать Не отслеживаю я сейчас печатных изданий Потому что всё, что касается наших сказок И про наших богов Всё это сейчас в таких очень малых экземплярах Это скорее такие общинные издания Нежели такие полноценные, полноформатные Вот Поэтому я в этом отношении даже не знаю Что сейчас посоветовать Сам рассказывай Сам рассказывай Обращайся к Велесу Прям так от души говори Батюшка Велес Даруй мне мудрость свою И рассказывай У Велеса Вы знаете, вот Я уже говорил Да, то есть Природа это механизм Автономный Здесь на каждую траву Есть противовес То есть это настолько уникальный Мир Там так много интересного Как взаимодействовать Вот мы сейчас забыли напрочь всё Спрашиваются Зачем травить жуков Если на жука должен быть его противовес Должен быть его антипод То есть какая-то трава Или какое-то насекомое Или какое-то птице Или ещё что-то Мы это вообще не используем сейчас Сейчас в основном идут лёгким путём А травой зальют всё Вот И сами потом травятся Поэтому просите Велеса Чтоб он вам давал мудрость И она начнёт у вас открываться в жизни Вы будете понимать Во как Оказывается Вот если вот здесь Вот здесь Вот так сделать Вот эти две травы посадите вместе То они друг друга забивают А если вот эти две травы посадить вместе Они растут очень хорошо Учитесь сами открывать для себя мир Хорошо А вот если и эту траву посадишь К тебе придут И ты сядешь И посадят тебя Так что имейте в виду Что правильную траву надо выбирать Правильную А не ту, за которую самих могут посадить Ну ладно Шутки шутками Идём дальше Вопрос в эфир из Ютуба От Вячеслава Вседобрейшего Хочу сделать родовое капище Дай совет Чтобы не осквернили Ну во-первых Родовое капище Ты где собираешься делать? Где-то на улице? Где-то в лесу? Где-то? Где конкретно? Дело в том Что касается Природных капищ и святилищ Лукотворных храмов Их всегда охраняли Всегда Если это природное святилище То там жил Обязательно смотритель Это мог быть вов А мог быть и не вов Мог быть просто смотреть Вот жил на капище Он смотрел Чтобы травой не зарастало капище Чтобы кумиры присмотрены были То есть в любом случае Капище всегда охранялись И от животных И от лихих людей Вы думаете Только сейчас капище оскверняет? Да их всегда оскверняли Капище Потому что Человеку только Получается Чем ниже уровень Его развития Тем проще ему Ему все равно Где гадить У него инстинкт так работает Как у коровы Где поел Там и погадил Поэтому Делать капище Родовое нужно На охраняемой территории То есть у себя в огороде Где Отгорожен Огород Забором Чтобы козел не прошел Соседский Все твои цветы В каком смысле козел? Да Что в человеческой форме Что в животное Ну в общем Понятно Что просто Не затягивать Как делают староверы Это родовой алтарь В доме Где ты ставишь Стол С кумирами Двухпядевыми Родовыми Богами-покровителями Вот как у меня есть На ютюбе Там Как сотворить Родовой алтарь Ну вот А если ты делаешь Природное святилище То делай это В любом случае На какой-то Охраняемой территории Чтобы не было потом Больно Заскверненное капище Угу Совет ясен Вопрос эфира От Виталия из Эстонии А разве эпоха волка Под подкровительством Велеса Не с 2012 Года началась Или я что-то Неправильно понял Потому что пишут Что каждая эпоха Длится 1620 лет Волк Белый пес Бог Велес 2012 3632 Года Ну правильно Все с 2012 Года А что Мы спорили что ли По датам Какие-то вопросы Я вообще молчал Я вообще молчал Я сказал в сторонке Слушал тебя Не надо меня пальцем тыкать Я не брал Ваши бумажек Ваши карандаши Виталий Эстонии Ты очень хорошо Разбираешься в датах Мы за Все правильно Да Мы будем спрашивать В случае чего Виталий мы правильно говорим Да или нет Все Понятно Будешь у нас Хранителем дат Число-хранителем Да числа Бога Наверное не дотягиваешь А вот число-хранителем Будешь Так дальше Из Ютуба Роберт А почему у современных Язычников Велес Главнее Чем Перун Я же вот сегодня Прям так Наверное Минут сорок Так вот Подробно объяснял Почему Велес А не Перун У язычников В двух словах В двух словах Скажи Если это настоящие язычники То это природники Это те Это народ Это те Которые живут И взаимодействуют С природными силами В первую очередь А Велес Был Главнее Потому что он Покровительствовал Животному И растительному Миру Перун Пробуждению Духа Покровительствовал Поэтому Перун Больше Относился К Знати К волхвам К князьям К боярам К управленцам Которые управляют Социумом Людьми А Велес Управляет Природой Поэтому он Был главнее Для народа И важнее Ну вот так К Велесу Ушли Когда воевать Надо было К Перуну Когда воевать Нужно было идти Когда нужно было Дух воинский Пробуждать Вот тогда К Перун ушли А так Если ты мирно Трудишься И коров пасешь Зачем Перун Велес нужен Еще иногда Опять же Если даже За дождем Идти Ну так опять же Не к Перуну А к Перунице Обращались Чтобы дождя дала А то Перуна Позовешь Он молнией Выбьет там Все что не надо Так что так В общем то да Я с тобой согласен Существуют Календарные Определенные Праздники Народные Календарные Современные Которые Уже Различные Страны Государства Себе придумывают В честь Какого-либо Лидера Или может Какое-то Событие Внутри страны Те которые Природные Вот И естественно Что с Природными Праздниками Связано И Жизнь Человека То есть От солнышка Все Очень многое Зависит Иногда Луна Где-то На что-то Влияет Но все-таки У Русичей Больше солнца Хотя Луну Тоже Почитали Уважали Но Первично Всегда Было солнце И поэтому Строятся Четко По кресту Все Основные Календарные Праздники И уже Вправо Влево От этого Креста По Сластичному Поярговой Системе Отступление Для того Чтобы ориентироваться Когда Начинать Сев Когда Начинать Урожай Собирать Когда Заготавливать Когда Укладывать Когда Что-то Еще Делать Еще Что-то Делать Это Все Календарные Так называемые Праздники Поэтому И обряды Календарные И магические Обряды Тоже Календарные И Какие-то Действия Песни Все Связано С календарными Вот этими Действиями Естественно Что Больше Всего Этим Занимались Те Кто Связан Был Как правильно Сказал Дарислав На мой взгляд С природой То есть Это Пастухи Это Пахари Это Переработчики Это Те Кто Обслуживал Инвентарь Они тоже К этому Были Привязаны Это Целая Такая Вот Целый Рой Который Жил По своим Принципам По своим Устоям Жизни Муравейник Ну Муравейник Не знаю Все-таки Больше Рой Все-таки Пчелы Муравейники Иногда Не совсем Так Себя Уже Благостно Ведут Как пчелы А пчелы Все-таки Это Добыватели Те Которые Опыляют И добывают Мед И много Чего Другого Полезного И которые В случае Если Жали Человека Сами Погибают А муравейники Они ближе Все-таки Косом Только что Не имеют Некоторых Особенностей Таких Как Жал Например И крылышки Появляются Только у маток Перелететь На новое Место Все-таки Больше К пчелам Наверное Роем Живите Был такой Завет Так вот Поэтому Календарные Праздники Привязаны Всегда К Каким-то Деяниям На земле И поэтому Календарных Вариантов Огромное Количество Потому что У нас Есть северные Районы Есть южные Районы Есть западные Есть восточные И то что Сейчас Ты вот Стал упоминать Что в Краснодарском Крае Там уже Снега нет А у нас Снег до сих пор Лежит В средней полосе А уж на севере Тем более В Сибирь Поезжайте Там до сих пор По шейку Где местами Снежок встречается Да Вот Поэтому Если нам Говорить Что Вот только так И по другому Никак Ну это Детский сад Опять штаны На лямках Так нельзя Говорить Потому что Здесь на две недели Все вперед А там на две недели Да еще плюс На две недели Назад Вот Поэтому Зазывая Живоронков Здесь уже Вот например Скоро уже будут Зазывать Где-нибудь в Сибири Там чуть-чуть Чуток попозже Недельки две Как минимум А то и четыре Вот Это календарные праздники Поэтому люди Живущие на земле И обслуживающие Людей Живущие на земле Они с календарными Праздниками связаны Поэтому Скорее всего Велес очень близок Был всегда И мудрость нужна Была природная И силы природные Те же Которые занимались Защитой Те которые Занимались Обороной Или управлением То в этом случае Нужны были Другие календари Они уже могли Пересекаться С народными Но иметь Свои какие-то Основы То есть Посвящение В мужчины Посвящение Инициация Наречения Как воина Помимо Наречения Родового Или общинного Вот И так далее Тому подобное Посвящение Например В бояре Назначение В князья И так далее Тому подобное Они уже К пахоте Конечно же Какое-то отношение Могли иметь Поскольку управление Общинным проводилось Но в первую очередь Все-таки Там по-другому А были еще И жреческие Календари Которые Имея отношение Вроде бы К общинам Но они Совершенно по-другому Исчисление вели И были понятны Жрецам Потому что Помимо природных стихий Еще и общались С космическими стихиями Более высокого уровня Чем земные Вот это все Надо учитывать Не надо упираться Во что-то одно Иначе вы себя Ограничиваете Вы обрезаете Очень многое Многое чего От себя Это неправильно На мой взгляд Хотя об этом Много раз уже говорили Ну что Идем дальше Да Так Вопрос От Дмитрия Здравия всем Как Велес связан С Савой И Филином Если связан Вообще Благодарю Ну честно скажу Действительно Велес С Савой связан И Сава считается Посланницей В каком-то смысле Посланницей Велеса Потому что Все-таки Она Это Еще одна Очень интересная Цепочка Опять же Трава Травоядные Есть ведь мыши Вот Мыши Сова Это тоже В какой-то степени Тоже своеобразная Цепочка И Ну а что касается Совы Ну честно скажу Не обращался К Велесу Я с такими вопросами Вот И в наследие Мне как-то особо Ничего не передали Ну знаешь Что с Савой Он связан Но каким образом Это нужно К профильным Жрецам Велеса Обращаться Понятно Дальше довольно-таки Интересный вопрос Вот Владимир Изматищ Вопрос с подковыркой А может быть И шуткой Дарислав Ты наверняка Не догадался Проверить Отражается ли В зеркале Тот помощник Что помогал тебе Дом строить Вот Скажу честно Я может быть И догадался Но в строящемся доме Зеркал Не было Поэтому И проверить Было негде Понятно Хорошо Идём дальше Вопрос в эфир От Елены 777 Как узнать Под покровительством Какого бога Ты родился Благодарю Если только Родился То это По кругу Лету Смотрите А если Ты Как покровительствует Какой Бог Покровитель Рода То конечно же Просто так Сразу не узнаешь Потому что Необходимо Опять же Вот Как Если вы взяли Зерно Как Если вы Никогда Не видели Этого Зерна Не видели Не знаете Какое Растение Из него Вырастет Но вы же Как вы Определите Как Какой у вас Есть метод Алексей Скажи Как узнать Какое Растение Будет Зерник Что Надо Сделать Что Какие Ты Мудреными Семьи Вопросы Задаешь Да Обычное Зерно Надо Посадить В землю И посмотреть Что из него Вырастет Нет Подожди Ты Сажаешь Зерно Зерна Там Уже Не будет Там Уже Будет Ты сам Расток Корешки И так Далее У меня На руке Зерна Лежат Давай Определим Какие Зерна Как Лежат Никак Ты не Проверишь И не Выяснишь Пока Не Посадишь Землю И не Увидишь Вот Здесь Тоже Вопрос Пока Вы Не Начнете Жить В устое И Обращаться К богам Вы Никогда Не Поймете Кто Вам Помогает Больше Всего Вот У нас Община Центра Родосвет Кто Покровитель Данного И вообще Вот Я С одной Стороны Я Служу Роду А Кто Покровитель Что Мне Больше Всего Мне Покровительствует Больше Всего Лада Богородица Потому Что Проходить По Родовым Каналам Человека Нарекая Его Или Просматривая Прошлую Жизнь Не Имея Лада И не Имея Помощи Лады Невозможно Но Проверить Это Можно Только На Практике Поэтому Дорогая Елена 777 Елна Даже Не Елена А Елна Вам Нужно Пожить В родовом Устое И Обращаться К богам И предкам И вот Только Тогда Вы сможете Понять Кто Покровительствует Вашему Роду И вам Конкретно Понятно Понятно Идем Дальше Идем Дальше Вопрос В эфир От Хария Дорислав Кто Такой Велес Скандинавская Мифология Почему Он Такой Озорной И Шутник Ты еще Не успел Сгонять В Скандинавию Интересно Харий Говорит Кто такой Велес Скандинавской Мифологии Почему Он такой Озорной Шутник Ну и Кто же Это тогда Велес У них Скандинавской Мифологии Что Что касается Скандинавской Мифологии Ну Я не знаю Скандинавскую Мифологию Почему Я ее должен Знать Я знаю Только Одина Вот Один Я знаю Его Мудрость И то Очень так Вот Краешком Потому что Я створял Его кумир Вот И Взаимодействовал С его силой А кто У них Велес Не могу Сказать Не знаю Если вы Имейте ввиду Локи Озорной Шутник У них Ну Сложно Сказать Вообще А говоришь Не знаешь Скандинавской Мифологии Ну Ладно Я знаю Только Что Кто-нибудь Скажет Мне Как пишется Тор По Английски Или по Скандинавски Вот Начинается Ты тут Теперь Вопросы Начинаешь Задавать Я точно Тебе Не скажу Интересно У нас Кто-то Перевел Такие Слова Как Рум Назвав Его Римом Бабилон Назвав Его Вавилоном И Топ То есть Всевышний Назвав Его Тором Топ Главный Топ Топ Менеджер Да Сейчас Мы начнем Еще Иностранными Словами Кидаться Я не знаю Я уже сказал Скандинавский Ну да Ты не знаешь И давай Не будем Этот вопрос Поднимать Я не уверен Что Локи Это Я вот вообще Честно говоря Далек От скандинавской Традиции И знаю И ты И ты Даже Меньше Чем Ты Вот Ты там Хотя бы Локов Знаешь Я слышал Про них Но я Не интересовался Чем Они там Занимаются Кто Они такие Или кто Он такой Ну вот Ладно Ах ты фильмы Смотришь Понятно Тем более Иностранные Еще Я-то вообще Дома не смотрел Голливуд Понятно Понятно Вот Пробило тебя На иностранщину И раскусило тебя Кто-то такой Ладно Идем дальше Вопрос Эфир От Елена 777 Еще раз Добрый вечер Скажите Пожалуйста Какие Есть Обряды Для Восстановления Связи С Тотемными Животными Благодарю Да Вопрос Очень Интересный Вот Но Ответить я на него Тоже не могу Потому что Я не знаю Какие есть Обряды Для восстановления Связи С Тотемными Животными Потому что Сначала Надо Узнать Вообще Какие Тотемные Животные Для вас Является Тотемами То есть Какими Силами Каких Животных Вы пользуетесь Повседневной Жизнь Видите Друзья Мои Очень Много Вопросов Из головы Не Из сердца Из головы Вот Мне интересно Чем Занимается Елена Чем Вы Занимаетесь Елена Что Вам Необходима Связь С Тотемными Животными Вы Живете В лесу Вы Охотитесь Вы Собираете Траву Вы Собираете Коренья Что Вы Делаете Зачем Вам Эти Обряды Дело В том Что Если Вам Это Было Необходимо То Обязательно Нашелся Человек Который Вам Это Все Рассказал И Объяснил И Вам Не Пришлось Это Задавать В эфир На пол Страны По Радио Чтобы Вам Рассказывали Какие Обряды Проводятся С Тотемными Животными Ну Во-первых Не на пол Страны На весь Мир А во-вторых Извините Пожалуйста А во-вторых Может быть Как раз И есть Тот Человек По Мнению Елены 777 Который Ей Должен Был Это Рассказать Такие Обряды В такой Обстановке Не Передаются Ну Понятно На мой Взгляд Все Очень Просто Если Так Чуть Проразмыслить То Всегда Человек В себе Содержит Какие Либо Повадки Внешние Сходства С какими Либо Животными Один Похож На Медведя Другой На Волка Третий На Росомаху Четвертый Как Сокол Пятый Как Воробей Ну И так Дальше И тому Подобное Очень Часто Бывает Так Что Смотришь На Достаточно Понаблюдать За Самим Собой Или Попросить Детей Сказать На кого Я похож Или Похожа Как Я Хожу Как Я Двигаюсь Как Я Разговариваю Какие У меня Жесты Движения Тебе Скажут Вот Иногда Надо Прибегать К древней Мудрости Что Устами Младенца Глаголит Истина И В этом Случа Помогут Но Если Совсем Серьезно То Наверное Надо Обратиться Разобраться Но Прежде Чем Обращаться Надо Задать Вопрос А Зачем Мне Это Надо Просто Ради Интереса Ну Тогда Интерес Такая Штука Что Могут Поиграть Кто Нибудь Может Поиграть Ты Вот С одной Сторон Ты правильно Сказал В матрице Души У человека Прописаны Животные На которых С которыми Он Связан Их Видно Если Посмотреть На человека Их Видно Здесь Вопрос Был О том Что Какой Обряд Нужно Провести Чтобы Связаться С Тотемным Животным Я Уже Рассказывал Про Волка Слышал Если Елена Слушала Эфир Я Рассказывал Как Нужно Было Дух Волка В себе Нужно Какой Нужно Провести Обряд То есть Это Достаточно Серьезные Обряды А какие Животные Это Все Таки Сила Стихийная И Ну В общем К этому Нужно Серьезнее Относиться Да Сейчас Наверное Мы не будем Углубляться В обряды Здесь Много Вариантов Есть Поэтому Пойдем Дальше Реплика В эфир От Виталия Из Эстонии Да Замучаешься С Виталий Сегодня Прямо Первый Да Да Он У нас Сегодня Вот Очередной Держи Пожалуйста Реплика В эфир От Виталия Из Эстонии Вера Это Сияющая Мудрость Или Светлая Мудрость Сейчас Нужно Не Верить А Знать Вот Так Вот Еще Одна Реплика От Виталия Ну Я Рожден День Числа Бога По Каледы Дару Ну Так Совпало Вот Как Карлсон Стоял Случайно Да Как Карлсон Стоял Перед Телевизором Там И Объяснялся Девушке В любви Потом Случайно Вот Похоже Так Стоит Виталий А я Вот В День Числа Бога Родился Ну Так Совпало А мы Тут Плюшками Балуемся Это Хорошо Отравитель По Числа Бога Вот И Дает Ему Определенные Способности Ну Молодец Виталий Потому что Всегда Очень Бдит И Очень Реплики Прям Очень часто От него В эфир Летят Не могу Сказать Что Все Они К месту Вот Честно Не могу Сказать Что К месту Но Во всяком случае Видно Активность Желание Участвовать В эфире А это Очень похвально Очень здорово И тем более Что некоторые Реплики Они помогают Нам Раскрыть Тему Например Здравствуйте Какая-то справочка Пришла Вот Дата Такая-то Такая-то Ну Благодарю Благодарю Тебе Виталий Так Дальше Вопрос В эфир От Светоруса Как правильно Обратиться К Велесу Или В скобочках Богам У себя Дома Что Конкретно Услышали Что может Усилить Эту связь Зависит ли Это От Личной Силы В скобочках Ментальной Энергетики Вопрошающего О какой Интересный Вопрос Да Мне тоже Понравился Лановый Такой Как правильно Обратиться К Велесу У себя Дома Из Собственной Практики У меня Дома Дома На родовом Алтаре Стоит Кумир Верес Я Зажигаю Свечу Обязательно Когда Обращаешься К Богам И предкам Желательно Конечно Чтобы На Алтаре Всегда Инглия Горела Да Живой Огонь Ну Это Как правило В капищах И святилищах Там Капен Он Поддерживает Постоянно Он Постоянно Поддерживает Живой Огонь Родовой Алтарь Ну Необязательно Но Когда Ты Обращаешься Огонь Должен Быть Обязательным Потому Что Он Оживляет Алтай Ну Это Первое Второе Конечно Когда Вы Обращаетесь К Кому Либо То Обращайтесь Всегда С Требами Потому Что Вы В магазин Не ходите Бесплатно Ничего Не просите Положил Требу На Алтарь Велесу Зажег Ему Благовоние Положил Требу И тогда Уже Обращаешься Вот Эти Все Вещи Они Усиливают Обращение Ну И Конечно Ж Просьба Должна И Сердца А Не Из Головы Потому Что Если Вы Придете К Велесу И Начнете Ему Да Не важно Кому Либо Просто Вот Ты Здесь Как Раз И Написал Личной Силы Ментальная Энергетика Так Вот Ментальная Энергетика Здесь Как Раз Особо Она Не Нужна Здесь Нужна Душевная Энергетика Душа И Просьба Она В душе Должна Быть В первую Очередь Вот Душевные Просьбы Их Лучше Лучше Слышат Чем От Головы А Что Касается Опять же Ментальной Энергетики То Здесь Желательно Представить Образ Визуальный Во-первых Той Просьбы Зачем Вы Обращаетесь Конкретно Ну Если Вы Образ Бога Представили Себе Визуально Хотя Б То Тоже Хорошо Порой Если Вы Правильно Сформулировали Вопрос То И Ответ Приходит Сразу Поэтому Для усиления Конечно Используют Алтарь Кумиров Свечи Благовония Требы То Есть В нашей Традиции Богам Вообще Без Треб Не Обращаются Потому Что Мы Не Нахлебники И Мы Любим Взаимодействовать С предками С богами На равных То Есть Мы Им Предлагаем И взамен У них Мудрость И спрашиваем Или покровительство И поддержку Вот Поэтому Еще раз Алтарь Свеча Благовоние Кумир Славление Конечно Очень большое Значение Играет Играет То То есть Как Ты Если Правильно Составлено Славление То Оно Конечно Лучше Доходит Но Иногда Обращение От души И своими Словами Может Гораздо Быстрее Дойти Скажем так До прави Нежели Хорошо Выученное Славление От головы От головы Вообще Обращение Практически Никуда Не доходит Поэтому Когда Человек Чего-то Хочет Или Чего-то Желает Одной Головой У него Это Практически Не происходит Вообще Учитесь Душой Обращаться Душой Слушать Хотите Вы Это Или Нет Это Очень важно Так Идем Дальше Идем Дальше Репак Эфир От Виталия Догадайся Откуда Правильно Из Эстонии В современном мире Бетонные муравейники Это плохо Ну Наверное Вопрос Такой Риторический Ответ Тоже Достаточно Простой Мне Интересна Национальность Виталий Ты Русский Или Эстонец Он Русский Эстонец Так Короче Ответ Ясен Кому Как Если тебе Плохо То Значит Для тебя Это Будет Плохо Если Тебе Это Хорошо Для тебя Это Будет Хорошо Я Например Муравейники В таком Бетонном Жить не Хочу И Не Живу Там Дальше Каждый Решает Для себя Сам Литература Множество Видеороликов Множество Говорящих Людей Огромное Количество Так что Я думаю Даже такие Вопросы В эфир Задавать Смысла Нет Конечно Если 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 говорим о велесе то по природе о мудрости родим его никогда не услышите и не почувствуете надо хотя бы какое-то время пожить на природе чтобы почувствовать взаимодействовать конечно когда вы с ним наладите связь вы его тогда и в бетонном муравейнике почувствуете конечно не в такой мере как но если вы живете бетонном муравейнике как сейчас основная масса староверов это все городские жители вот и ну я советую однозначно если вы хотите пробудить в себе память родовую если вы хотите обрести связь с предками и корнями переезжайте на землю бетонном муравейнике этого не произойдет так дальше идем вячеслав добре все добрейши написал не ребят у нас же воронки обычно дохнут печальная история нет на самом деле я так себе представляю а где все добрейшие обитает такая я помнишь этот мультик то я там добрый великий ух там да там или что-то такое а у нас дохнут да у нас дохнут да печально не на самом деле смешного ничего нет как почему они дохнут так ну для меня это шок честное слово для меня пиши пожалуйста от чего они у вас дохнут да ладно хорошо время уже подходит заканчивать эфир вопрос эфир от александра из волгограда кто это велес существо дух зверь человек в чем он про и в чем он проявляется и так дорислав даю тебе ровно пять минут для того чтобы ты рассказал всю тему сегодняшнего эфира поехали да 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 с самого начала да и мне интересного александр он или концу эфира пришел почему такой вопрос задал или как что такое велес велес это великий лес он и существо и дух и зверь и человек он все и во всем может проявляться это сила космическая вселенская сила это вектор силы и проявляться может в чем угодно ты уложился быстрее чем за пять минут скажи мне пожалуйста что мы с тобой три часа в эфире делали ты чё не мог так просто и быстро рассказать это все сразу а понятно все вот вот это правильное уточнение да ну что ж давай уже заканчивать наш эфир поскольку время позднее люди уже наверное замучились нас тобой слушать да праздники сплошные праздники то 23 февраля тут набежит то и не дай бог 8 марта кому-то тут уже светит ломают голову как чем кого одаривать какой магазин зачем бежать только вроде с новым годом разделались туда это 10 дней сумасшествия подарки там еще не дай бог где рождение у кого-то случилось шутка конечно дай бог хорошо день рождение бывает вот но все таки а тут еще вот мы с тобой это знаешь вот я тебе хочу сказать что конечно когда ты живешь в своем мире по своему календарю не особо взаимодействуя системой то живется очень счастлив ну как только соприкасаешься с системой там мясорубка конечно очень жесткая ну что ж давай что нибудь пожелаем на хорошего такого вечного доброго нашим радиослушателям чтобы уже так проститься по-доброму и наверное на покой уже чтобы радиослушатели отправились те кто еще спать наложился и наоборот с улыбкой проснулись и радостно улыбнулись солнышко и наступающему дню на сегодня же день гида был или когда он вчера вчера сегодня закончился до закончился земли я конечно же вам желаю всем связи с предками желаю вам жить родом и роем со своим родом и со своими общинниками и в гармонии с великим лесом хорошо хорошо сказал вот иногда есть эфиры такие спокойные теплые душевные семейные когда сидишь разговариваешь о чем-то родном близком где пошутить можно и так о чем-то задуматься может какие-то там темы серьезные в голову приходит нравятся мне такие эфиры очень нравится я же глава общины староверов семейников да 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 по семейному по семейному по родственному так просто хорошо тепло вот я желаю также всем проводить свою жизнь по семейному тепло без криков без шумов без шумов без ругани какой-то чтобы был у вас лад покой добро чтобы природе вы дарили благость свою природа вам отдавал тем же самым свои дары чтобы почитали вы богов и предков своих помнили свою родословную помнили корни свои кто вы откуда это ж так здорово для этого ведь ничего сложного такого нет для этого не надо какие-то горы переворачивать это все естественно это все просто живите по простому по нашему и тогда все будет хорошо и тогда все будет становиться так как им каким оно должно быть в этой жизни напоминаю что сегодня мы говорили про день бога велеса общались дориславом стариком благодарю всех участников чата как народного славянского радио так и канала youtube за очень интересные вопросы реплики тебя дорислав благодарю низкий поклон очень тепло хорошо и познавательно было сегодня а на календарике пока еще 23 февраля 2017 года четверг на одном из современных календариков я имею ввиду по одному из старинных 34 день месяца в югостужи 7525 лета пятница день бога виллеса такова была сегодняшняя наша тема живого эфира на этом не остается вам сказать только всем до свидания будьте счастливы до новых встреч друзья мои услышали славянское радио все нужно все важно